Меня зовут Саша, я живу в Беларуси, в Минске, мне 26 лет, я священник православной церкви. Веду свой канал на ютюбе, где всего лишь 26 тысяч с хвостиком подписчиков, снимаю всякие видосики, где пытаюсь говорить о, скажем, церковных проблемах нормальным языком. Кратко все. Хорошо. Значит, канал называется «Батюшка ответит». Что гость ответит на такой тейк грязноштанного коммуниста, что в молодом СССР церкви просто перекрыли финансирование, и взрыв храмов и убийств священников было абсолютно нормальное явление. Как заставить коммунистов покаяться? Ну, так, первый вопрос, что я на это отвечу, ничего, оно было. И заставить кого-то каяться я тоже не люблю, потому что заставить покаяться, это оксюмарон, наверное, невозможно. К покаянию можно только прийти. Я бы так сказал. Ну да, пожалуй, пожалуй. Я могу быть лишь только примером, который взломает шаблонные стереотипы молодого коммуниста, покажет ему, что христиане не такие, как он думал раньше, не вмещаются в привычные шаблоны, которые он со себе нарисовал, и что мы тоже люди. И может быть, через вот этот путь, ясненно это в общий язык, и может быть, у него появится желание покаяться. Но каждый раз это маленькая тайна. Да, ну вообще, эта тема про покаяние у христиан в целом, у православных в частности, всегда меня очень сильно смущало, на самом деле. Разве это не сподвигает человека на то, чтобы делать всякие гадости, а потом просто ходить к попу, и все нормально? Нет, так покаяние это совершенно другое. То есть, да, действительно, мы к покаяниям условно пытаемся понимать какую-то... Простите, пожалуйста, я там украл вчера жевачку в магазине. Это, конечно, круто, но это совершенно не то. Слушайте, а у вас не смущает, что-то выдадился проповедь? А то я уже сел так... Ну, я абсолютно ровно отношусь к проповеди. К тому же кибердемоны, они постоянно эту проповедь саботируют. Но информация доносится, да. Ну, хорошо. В общем, для нас покаяние, мы... Смотря на такое греческое слово метаны, я узнал правильное удаление на метаны, что переводится буквально как изменение. Изменение себя, изменение образа жизни, изменение ума и так далее. То есть, нормальное покаяние, это когда я становлюсь другим человеком. То есть, я не просто пришел и сказал, прости меня, пожалуйста, за то, что я вчера украл жвачку больше, я так не буду, потом пошел и украл еще раз. Это ерунда на палочке. Для нас покаяние – это именно изменение. Когда я становлюсь другим человеком, который, по сути, не имеет ничего общего со мной в прошлом. Это настоящее покаяние, и к такому покаянию мы призываем. И, как показывает практика, всю жизнь грешить, чтобы потом успеть вот так вот правильно покаяться, оно так не работает. К покаянию нужно идти тяжелым трудом в течение всей жизни, и не факт, что придешь. А как практика это показывает? Я бы сказал, что все очень лично, индивидуально. Мне сложно говорить за практику, наверное, потому что я слишком молод и зелен, и не могу говорить сразу, вот у меня есть какая-то статистика, еще чего-то. Ну да, и мы не можем посмотреть, попал человек в итоге в душе или нет. Тут в этом еще печаль небольшая. Но, как правило, люди все-таки находятся под впечатлением, что если они причастятся и пройдут исповедь, то достаточно большое количество из того, что было сделано, оно будет перечеркнуто в конечном итоге. Ну, не совсем так, ведь намного, скажем, принципиальным моментом является внутреннее расположение человека. То есть формализм здесь не пройдет. И часть исповедь для нас не является справкой, которую нужно получить условно на пути в рай. Ты либо искренен в своем начинании, либо ты, в общем-то, зачем ты всегда тогда пришел, и зачем ты зря тратишь мое и свое время. Наверное, так. Ну, я так понимаю, что искренность, искренность исповеди, искренность участия в обрядах и так далее, она, скорее всего, определяется неким соответствием какого-то внутреннего чувства, то есть внутреннего поведения человека, так скажем, и того, что он говорит, то есть его речи. Правильно? Ну, опять же таки, я не знаю до конца себя, я не знаю до конца вообще сути вещи этого мира, и я никогда не могу, глядя на того человека, который пришел ко мне в церковь, обрететь, насколько искренне он кается. Я про себя этого до конца не знаю. Я каждый раз знаю, что как бы я не пытался что-то такое с собой сделать, все равно, где-то там очень глубоко у себя в душе. Во мне, кстати, червячок, я не знаю, не самых хороших мыслей по поводу того, что я сейчас делаю. Вот, поэтому, ну, наверное, да, с одной стороны, а с другой стороны, маркеров у нас. Вот, не относительно себя, не относительно кого бы то ни было. Мы обычно говорим о том, что, скажем, степень этого покаяния тоже много. Хекфи, 100 рублей. Пускай батюшка ответит за Адельфа Поэзис. Уж очень хочется замесить глину, но и в раю затусить не прочь. Также, что... А так, это уже следующий вопрос. Адельфа Поэзис, поясни, пожалуйста. Это вообще чего? Адельфа Поэзис, это такой обряд, с греческого переводится братотворение. Значит, этот обряд, он долгое время признавался православной церковью, даже русской православной церковью, но в 18 веке был окончательно прекращен. Значит, представлял он из собой разновидность, скажем, такого товарищества, значит, там, воинского и так далее. То есть, это, скорее всего, пережиток каких-то языческих времен и прочих вещей. Но, конечно же, критики этого обряда со стороны церкви возмущались, что это, ну, немножко похоже на брак двух мужчин. Да, я правильно читаю в Википедию и слушаю тебя. Да-да-да. Да, то есть, обряд был очень специфический. Когда Евгений Понасенков пришел на канал Царьград ТВ, значит, он не применил проапеллировать к этому историческому обстоятельству. И, ну, действительно, ему не нашлись, что ответить, потому что подобные вещи... Ну, в общем, Кураев про такое не рассказывает, и поэтому... Поэтому на Царьград ТВ, в общем-то, просто никто не знал об этом благополучно. Смотри, я, может быть, сходу не готов вот говорить, скажем, строго по САГЖу, потому что даже, учитывая, что выслушал от тебя суперкраткую такую информацию, посмотрел уже Википедию, может быть, не рано сходу чего-то пояснять, но действительно, вот, исходя из того, что я узнал, были ли стрёмны, раз-два, да, у нас в Церкви много-много вещей, которые мы берем из местных национальных культур. И не все эти вещи, к сожалению, удачные, не все эти вещи работают, а многие из того, что работают, работают очень криво и действительно являются, ну, таки языческим пережитком. Ну, сходу я, наверное, могу тоже назвать несколько таких штук, не таких стрёмных, как Адельхи-Поис, конечно, но точно могу. Вот, я понимаю, что съезжаю с темы, вот, но, мне кажется, это самое грамотное, что я могу сделать, когда вижу штуку, условно, в первый раз. Вот, но спасибо за информацию, если уже сохранить вкладочку Википедии. Вот. Мне тут подписчики донесли странную информацию о том, что кто-то там задонатил тебе на просмотр ролика с Кураевым. Вот, я тоже, вот, это тоже прикольно. Да, мне задонатили на 80 минут Кураева. То есть, когда-нибудь это произойдёт. Так. Также, что батюшка думает о парковочной площадке? А что он думает о реализации образа Иисуса в фильме «Да здравствует Цезарь»? А про Муцураева? Так. Какие ужасные, ужасные вопросы. Так, про парковочную площадку. В каком смысле прозвучал вопрос? Скорее всего, имеется в виду «Храм Христа Спасителя». Я понял. Да, я ничего не думаю. Я живу в другой стране, в другом городе. И на самом деле, я достаточно далёк от тех горячих событий, которые происходят в Москве вокруг храма. Да, я знаю, что храм формально не принадлежит церкви. Я знаю, что в храме происходит много разных, не совсем церковных мероприятий. Да, я там был пару раз. Но, наверное, это всё, что я могу сказать. По сути. Поэтому как-то глубоко копаться, что я думал по этому поводу, да ничего не думаю. Потому что от меня это далеко очень. И все разговоры, все проблемы вокруг храма тоже далеко. Вот. Я тоже съезжаю с темы ещё раз. Но зато всё честно. Да, всё правильно. Так и нужно на самом деле. Я как настоящий боб. Да. Но ничего не говорим. Какой-то был второй вопрос. Я что-то как-то уже... О реализации образа Иисуса в фильме «Да здравствует Цезарь». Сейчас я, вспомню, прокручиваю все фильмы с Цезарем. Последний фильм про Цезарь, который я смотрел, это был фильм про то, как снимали в Голливуде фильм про Цезарь. И там был мужик, который решал все проблемы, связанные со звёздами голливудскими. И там были прикольные коммунисты. Но это прям совсем не то. Поэтому ничего не скажу. Я там... Я там просто образ Иисуса. Там, скорее всего, отсылка на тот момент в этом фильме, когда продюсер, значит, которого играет Джош Бролин, приглашает к себе, значит, консультантов по библейским вопросам, чтобы проконсультироваться о том, как должен быть на экране воплощён образ Иисуса. И в качестве консультантов у него католик, протестант, православный и иудей. Всё, я понял. Это же тот самый фильм, я про него сейчас говорю. Всё, я вспомнил. Да. И они там что-то спорят между собой. К чему не приходят? Я помню, этот момент был, точно был. К чему не приходят? Они особо ни к чему не приходят, потому что это сатирическая зарисовка. Нет, там что-то было, прикольный какой-то момент, что они как-то разошлись на какой-то абсолютно пострахтной, пустой фразе. Что такое было? Не может быть. Я это не так запомнил. Ну, я не знаю, в тему ли, условно, как это есть, скажем, около церковной байки по поводу того, что собрались капсулики православные, евреи и мусульмане выпустить какой-то общий меморандум по поводу, я не знаю, мира во всём мире. И вот собрались, написали, что мир во всём мире, это очень круто. И всё-таки мы же люди религиозно нужно какую-нибудь классную цитату туда вставить. Вставили цитату из Евангелия, красивую, так вот, слова Иисуса. И вот всё очень хорошо, но православные за, католики тоже за, но встают евреи и говорят, слушайте, мы, конечно, совершенно не против, но вот проблема в том, что для нас Ветхий Завет не является, Новый Завет не является авторитетной книгой. Давайте поищем что-нибудь вообще из Ветхого Завета. Нашли другую фразу из Ветхого Завета, всё вроде бы классно. Тут стоят мусульмане и говорят, что да, всё очень классно, но вот у нас в Коране, несмотря на то, что вроде бы общая корня, но вот такого цитата нет. И тоже не долго-то ругались и в итоге пришли к фразу, к выводу о том, что нужно поставить фразу Бог есть и всё. Вот как-то так. Это общий момент, который есть и там, и тут, и здесь. Наверное, то же самое было и в «Достраствуется». Я просто давно смотрел и поэтому могу тупить и не помнить все образы всех персонажей из всех фильмов. Да, я тоже не помню, чем закончилось. Так, а про Муцураеву что? Опять же таки, я прям уже всё чувствую этим самым странным чуваком. А что я должен знать про Муцураеву? Я уже гуглю. Ну, это такой бард очень-очень популярный, широко известный. Тимур Муцураев? Да, Тимур Хамзатов. Я уже вижу, да, Тимур Хамзатович. Не то, чтобы я прям сильно знаком с разными Тимур Хамзатовичами. Годы активности 2008-го. Прикольно. Нет, я вот открыл Википедию про Тимура Хамзатовича. Сейчас почитаю. Вот, поэтому, да. А, это человек другой эпохи. Я, как тот, кто условно вырос уже в поздние 90-е, в 2000-е, я смотрел другие фильмы, почитал другие книги, слушал другую музыку. И я смотрю тут биографию Чечня, Азербайджан, творчество, ух ты. своеобразные гимны сепаратистского виххабистского движения в Чечне. Интересно. Ну, добро пожаловать в ад, Галаевский спецназ. Да, это интересно. Запрет песен в России. Ну, ну да. Я узнал только что про еще нового прикольного человека. Да, мне, мне нравится. У него из песен хорошая была, как же она называлась? По-моему, она называлась Шахиды, просто, и у нее альтернативное название Они Ушли. Там очень много, очень странных религиозных моментов, которые, ну, в принципе, мусульманин салафитского толком бы так бы, так-то не адолбил бы. Ну да ладно. Ну, опять же таки, я не знаком с этим товарищем, но я понимаю, что многие такие вещи, как условные, даже есть свои православные барды, они пишутся в расчете на большую толпу народа, на массу людей, и они в своей сути достаточно примитивны. Тем более, если мы говорим про мусульман, где, как им не удачи, мощное течение, и, в общем-то, наверное, тебе, если мотивировали кого-то, не очень хорошее. Смотрите, ну и все. Ну, мне просто, мне нравятся любые проявления вселенской воли, загибающиеся в сторону самой себя, направленные на саму себя, то есть, и, соответственно, экстремистские нашиды, они, их тоже бывает приятно послушать, несмотря на монотеизм. Да, ладно, ладно, я еще против ними. Ну, еще бы. Так, Алло Атар, 100 рублей. Пусть батюшка пояснит за расхождение в догматах никонианцев и староверов. Глубже ли они, чем просто отличие в порядке проведения обряда? Ну, сходу, я бы, наверное, сказал, что проблема в неграмотно проведенной реформе. Условно, если бы сейчас, ну, допустим, Патьяр Кирилл сказал бы, так, ребята, с завершнего дня мы все переходим на новый стиль, допустим, наверное, мы получим таких же никонианцев и староверцев, которые, по сути, ну, по сути, как разница, в каком календаре мы живем, по какому календарю, тем более, что среди православной церкви в мире большинство живут как раз таки по новому стилю и, как все нормальные люди отмечают, Рождество в декабре 25-го числа, но, наверное, в современной России, в русской православной церкви к таким реформам нужно готовиться, нужно проводить долгую, скажем так, пропагандистскую работу, разъяснять, объяснять, делать, выводить мысль о новом стиле из маргинального угла в область нормального, в общем, крутить окном Эвертона и потом, через некоторое время, уже можно переходить к реформам. Насколько я понимаю, с реформой патриарха Нихона так сделано не было. То есть, просто, как это часто делается в России, силой сверху неожиданно было навязано много всякого разного интересного, вот против чего, в общем-то, народ восстал. И с одной стороны, а с другой стороны, эти вопросы, там, с чем там двойперсты, тройперсты, там, хождение, там, крестных ходов в одну либо в другую сторону, там, там, еще чего-то, они же ни в коем случае не являются догматами. Написание имени Иисуса, да, с каким-то количеством букв и с двумя, либо с одной, там, пение в храмах, там, я не знаю, слов Аллилуйя, там, два или три раза, это же не догматы, это не более чем традиция, которая может быть одной, и может быть другой, и в этом ничего страшного нет. Тем более, насколько я в курсе, сейчас в современной русской православной церкви есть, ну, скажем так, униаты, которые служат по старообрядческому канону, но при этом считаются вот не старообрядцами, а условно не каньяцами. Хорошо. Naked in TV, 100 рублей, спроси у батюшки, общается ли он с имамами, и что вообще думает про мультирелигиозность? Я живу в Беларуси, где имамы, если есть, то их мало, ну, есть, они точно здесь есть, но их мало, и в общем-то они не попадают в поле моей деятельности, плюс я понимаю, что большинство моих подписчиков на канале это жители, скажем так, условно, центральной России, где тоже с имамами все очень плохо, с их количеством и с их заметностью в пространстве, поэтому нет, не вообще. Он пару раз пересекался, он абсолютно по мелочи. Так, мультирелигиозность, это, я понимаю, в общем-то, принадлежность сразу ко всем деликам, правильно, ну, условно принадлежность. Я хожу туда, хожу сюда, да-да-да-да, ну, в общем-то, да. Для меня это очень странно, ну, как бы, мультирелигиозность, сейчас приеду к примеру, подожди ты подумать, мне ничего в голову не резет, такое. В общем, скажи мне, кто твой бог, я тебе скажу, кто ты. Скажи мне, за каким богом ты идешь, какому богу подражаешь, и я тебе скажу, что ты за человек. И, несмотря на формальный монотеизм, скажем, описание бога даже в рамках одной религии, одного и того же бога, в рамках одной конфессии очень сильно может отличаться все те же православные. У нас есть свои либералы, свои консерваторы и так далее. И уж тем более это описание разное, среди разных религий. И тут я не знаю, как люди могут одновременно пытаться совместить несовмещаемые вещи. Вот, поэтому для меня эта идея достаточно странная. может быть. Ну и вообще ересь экуминизма была осуждена русской православной церковью. Нет, опять же таки вопрос, а что мы понимаем под экуминизмом? То есть, современный экуминизм это христианский экуминизм. Условно, это призыв товарищей христиане разных конфессий. А давайте мы прекратим ругаться и, в общем-то, делить шкуру неубитого медведя. Вокруг нас полно проблем, вокруг нас полно вопросов и вместо того, чтобы, не знаю, мочить друг друга, давайте сделаем что-нибудь хорошее. То есть, никто никого не заставляет, я не знаю, там, приходить. Руб химселл в 300 рублей. Какой способ приготовления картофеля батюшка предпочитает? В последнее время я стал очень старым человеком, начал любить картошку, которая в виде пюре. Вот, я не знаю, почему. А так всегда, конечно, тоже была жадная любимая. или драники, вообще национальная штука. Мы их называем тирунами. Какая-то разная вещь, драники и тируны. Вот, еще есть, ну, в общем, драники, да. Понятно. Главное, их правильное и грамотно посадить. Чего не умеет делать моя жена. Это еще, посмотрел, на него очень выразительно. Так. Петр, 100 рублей. Как, уважаемый батюшка, относится к тому, что православные храмы строят наемные рабочие, которые зачастую не принадлежат к православным конфессиям? А почему? Да никак. Ну, строят, строят. У нас нет закона о том, что храмы должны строить именно вот своим, доску, люди. По сути, храм сам по себе это не более чем помещение из кирпича или еще из чего-то. И сам по себе пустой храм, в котором ничего не происходит, не более чем условно сквалишник. Храм имеет смысл тогда, когда в нем собирается община. Для христианства принципиально важно вот это собрание общины, да, мы видим, что вот в общине, в общинной молитве, мы называем литургией, происходит некая мистерия таинства. таинства соединения нас с Богом, с Творцом Вселенной для нас это принципиально важно. И просто нам удобно собираться в храмах. Но храм, в общем-то, это не более чем здание, которое не исключительно функциональное предназначение. Все. Понятно. Ну, важно собрание общины, а не здание. И по сути, община может собираться где-то на квартире, в поле, где-то еще в сарае. Главное, чтобы была община. Понятно. Дворняга, 100 рублей. А как стать рублевским, если я дворняга? Есть способы. Не хочу, чтобы меня ловили. Хочу платным быть. Что делать? И денег хочу, а то мне не хватает. Сочувствую тебе, дворняга. Как стать рублевским, к сожалению, понятия не имею. Не знаю, спросил тесака, наверное. Румпельштильским, 200 рублей. Смотрел ли батюшка телепередачу Стоп Слово Пастора? Смотрел ли батюшка телепередачу Стоп Слово Пастора? И что батюшка думает о группе Батюшка? Ты очень смешно ржал, я даже тебя смотрел в стриме. Это было особенно смешно. Да, я эту передачу, как и все, смотрел, включая мультипу-драмы, и очень сильно про себя на своем детском языке ругался, когда там показывали вот эту вот нудную штуку. И в каком-то смысле, составив свой канал, я понимал, что вот мне ни в коем случае нельзя повторить этот формат. И в общем-то, для меня это скорее антипример, как делать нельзя в своем интернете. Но с другой стороны, в защиту передачи Стоп Слово Пастора, я могу сказать, что передачи на ура заходят в другую цель в аудитории, условно, нашим бабушкам, которым вот нужен именно такой формат. Спокойный, такой вот немного пафосный, такой благочестивый и поучительный тон. Прям вот супер, то, что надо. Они вот такое любят. А какой второй вопрос был? Я снова забыл. Я что-то люблю сегодня. Как относишься к группе «Батюшка»? А, «Батюшка»? Да никак. Ну, то есть, ну, как бы... Ну, нет, я, конечно, их попытался послушать. Я понял, что это, скажем, такая, скажем, творческая переделка привычных литургических текстов. Часто вот имени Бога. Ну, и все. Вот. Да, когда я выбирал название своему каналу, я об этом сразу начали рассказал, что тогда мне показалась классная идея взять слово «Батюшка» и вернуть его себе, потому что мое слово забрали тут всякие, понимаешь ли, польские блокметалисты. Ну, фу-фу-фу так делать. Мне это не очень понравилось. Вот. Ну, вообще, вообще мы в идеальном случае христиане должны растерять людей и их поступки. Так, это не в контексте блокметала, потому что блокметал, ну, наверное, тема очень широкая, и я точно не тот, кто пытается их осуждать либо еще чего-то. Вот. Ну, вообще, всех людей, неважно, кто они, даже если они, я не знаю, гомосексуалисты, блокметалисты и прочие исты, мы в них пытаемся видеть образ подобия Божьего, пытаемся их любить и должны их любить. А некоторые поступки, которые совершают люди, мы осуждаем, говорим, что фу-фу. Вот. Так. Идем дальше. Алло, Атар, 100 рублей. Вопрос. Какое отношение к богословским трудам Кураева? Насколько он мейнстрим в современном православном богословии? Я учился по его книжкам «Мыслить свободно в церкви». Наверное, самое главное, что мне лично дал Кураев и за что я ему благодарен, это он меня освободил от мысли о том, что церковь – это армия, где абсолютно безоговорочно, бездумно младший подчиняется старшему. Я так понимаю, что такой же эффект его книги произвели не только на меня, но и на многих других. За что ему на самом деле гигантское спасибо. И Кураев, наверное, был одним из тех учителей, который в церкви меня включил в мозги и, в общем-то, вернул возможность иногда пытаться что-то осмысливать и иметь свое мнение. Насколько он мейнстрим, я не знаю, я не готов оценить вообще масштаб деятельности Кураева просто потому, что я не всех цифр, настроение всех священников, всех прихожан и так далее. Но да, я понимаю, что Кураев оказывает влияние. Надеюсь, что больше положительное. Так, хорошо. И следующий вопрос связанный. какое отношение к Дугину и его своеобразному взгляду на православие и религию вообще? Ну, я не смог много, скажем так, слушать, изучать Дугина. Я честно пытался. я сел, я включил и выключил. Я викибер почитал и, наверное, это все, что я знаю о Дугине, просто потому, что, ну, потому, что вот как-то тогда. И то, что я услышал, то, что я прочитал, ну, может быть, где-то местами тянет на частное мнение, но местами, по-моему, это какой-то странный трэш, который вообще никакого отношения к христианству не имеет. а местами я бы сказал, что что-то очень такое не совсем. Ну, опять же таки, я всего Дугина до конца не знаю, я просто включил, выключил, полистал, где-нибудь. Проблема в том, что, опять же таки, я живу в другой стране и у нас Солидград ТВ абсолютно вообще не мейнстримная штука и как-то он выпадает из поля деятельности большинства белорусов и, наверное, я этому рад, потому что иногда меня заносит на Солидград ТВ и, ну, в общем-то. Ну, Дугина уже нет на Царьград ТВ. Да, да, я знаю, уже нет. Ну, все равно он есть где-то и некоторое время он там тусовался в качестве кого-то было. Круто был из большей шерсти в члене у меня главный для всего этого дела. У меня своя теория на тему того, какой Дугин православный на самом деле. Я не буду ее сейчас озвучивать, хотя озвучивал неоднократно. То есть, на потом отложим, если будет время. Так, Геллерд Кринжевальд, 100 рублей. Привет, Морджинальд, здравствуйте, батюшка. Морджинальд, ты говорил, что единственное гражданство христианина это небесный Иерусалим. Возможно, ты помнишь. Прошу, поясни. Спасибо и хорошего стрима. На самом деле, очень просто. Всякая национальная идентичность, расовая идентичность, племенная и так далее. Это все какие-то земные оковы, тленные и, в принципе, иллюзорные. То есть, они, в общем-то, и сотворены людьми. А настоящая родина, конечно, любого христианина это небесный Иерусалим. Вот. То есть, это... У меня в голове. Говори. Говори. Это, конечно же, вот некое приближение к Богу максимальное, которого, собственно, необходимо стремиться. То есть, это по-разному, конечно, изображается в разных конфессиях. То есть, кто-то, может, скажет, что там, душа воссоединяется с единым Богом, или кто-то, может, скажет, что это действительно какое-то измерение отдельное, типа Раев, примитивное представление о Рае, такое детское. Кто-то, может, скажет, что, значит, человек должен раствориться, значит, в этом самом Боге в конечном итоге, или что-то в этом роде. Но, так или иначе, человек, он после того, как все умирает, его тело умирает, а, соответственно, вместе с телом умирает и умирает и все его земные разновидности и идентичности, то есть его, значит, семейный какой-то статус, его племенной, родоплеменной статус, его национальность, гражданство, профессия и так далее. Все благополучно умирает вместе с телом, а душа возносится. Если можно, я чуть-чуть тебя поправлю. Уж прости за... по поводу идентичности, которые умирают вместе с человеком. Первое, семейный статус. У католиков, например, эта тема решена однозначно. Да, действительно, после смерти, в общем-то, семейный статус уже не имеет никакого значения. Для православных это область, скажем, частной богословских мнений, и, в общем-то, тут некоторые православные могут не согласиться и перевести на миллиард от аргументов, что это не так. Но, опять же, тема никак не раздрешена. Ну, ну, вот так вот, да. Это первое. Второе, наверное, мы мыслим человека как условно двусоставное существо, состоящее, да, из тела души, и человек тогда человек, когда есть и то, и другое. То есть мы для нас, скажем, состояние после смерти, когда вот душа разлучена с телом, это неестественное состояние, и скорее мы ожидаем, да, мы фаталисты, и мы ожидаем апокалипсиса, да, мы ожидаем второго пришествия Бога в мир, когда он восстановит первозданный порядок и восстановит людей в том виде, в котором мы были задуманы, также воссоединит тело и душу. вот, то есть, ну, я к тому же делаю, это тоже важно. Вот, и третий момент, да, очень широко представление о том, что душа после смерти там куда-то там отбывает, где-то пребывает, но опять же таки, на самом деле, об этом нет ни слова в Евангелии. То есть, что происходит за границей смерти, на самом деле, мы совершенно не знаем, вот, и то, во что мы верим, оно касается, по сути, вот, апокалипсиса, вот, и все, на этом очень нет. А дальше уже начинается, скажем, очень часто на основе, то, что нанеслось за 2000 лет. Цветы зла, 100 рублей. Почему РПЦ строит в городах кучу храмов, но не восстанавливает старые храмы? Нет ли здесь коррупционной составляющей? Борются ли как-то с коррупцией в РПЦ? А почему должны восстанавливать старые храмы? У нас нет задачи заботиться о культурном наследии, я не знаю, народа. То есть, конечно, это очень круто заботиться о культурном наследии, вообще любом, я всеми руками, ногами за и так далее, но задача церкви приводить людей к Богу. И церковь там, где люди. Там, где много людей, там много священников, и там много храмов. Это логично. Там, где людей мало, и храм не нужен, там, в общем-то, как бы он и не нужен, и будет стоять в запустении. Да, недавно был издан церковный документ, который обращает внимание на проблему, скажем так, старых заброшенных храмов в деревнях, в селах и так далее. Но, ну, как бы и все. Да, вот. Если есть какой-то спонсор богатый, который вырос в этой деревне и вот хочет поставить храм, тоже очень классно. Но в целом это является для нас приоритетным просто потому, что наши задачи говорить о Боге. Другой вопрос, скажем, это реалии нашей жизни, вот. Когда некоторые храмы строятся, возможно, не очень корректно пытаются построиться. И да, такие истории вызывают много вопросов, в том числе и у верующих. Вот. Примерно так. Но вообще в том, что храмы строятся в городе и не строятся в деревне, ну, да, это нормально, как бы соответствует тому, чем мы занимаемся. Понятно. хорошо вам. Death Spell Omega, 100 рублей. Как гость понимает кенозис? Являлся ли Христос человеком в этом случае? Интересно было бы послушать и мнение Марго. что такое кенозис? Я не знаю. Кенозис? Кенозис это самая, скажем, высокая степень унижения, унижения, типа такого. Так, подожди. Сейчас я тут, чтобы сейчас не сказать, когда есть? Ну, мне знакомо, тогда я понимаю, о чем речь. Да, 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 я правильно сказал, самоучреждение Христос. То есть, ну, опять же, это тема сложная, и, наверное, сложно бы сказать что-то конкретно, как обычно, как и всем священникам, на любой вопрос, потому что у нас нет четкого понимания вот логической цепочки, как так получилось, что для того, чтобы, ну, то, что мы называем спасением, да, чтобы избавить человека от болезни по названию грех, почему нужно было вот Христу становиться человеком, не знаю, ходить по миру, что-то учить, в конце концов, умереть, именно вот умереть на Христе, спуститься в ад, там, я не знаю, и вывести оттуда грешников. Почему именно так, почему вот такой сложный путь, почему такой болезненный путь, и не было ли пути другого, более, ну, скажем так, правильного? Ну, первых католиков есть так называемые теории, теории искупления, их четыре, как минимум, штуки, каждая из них не лишена недостатков, но они пытаются как-то вот сделать это логичным, как-то структурировать всю эту систему, вот, у православных у нас тоже пытались сделать свои теории, но они как-то вот работают, наверное, еще хуже, чем у католиков. Да, и под словом кинотец, да, мы понимаем крайнее унижение Бога, да, он не то, чтобы умер на кресте, а он прям спустился вот в ад, прям вот туда, да, но опять же таки, давайте договоримся, что под словом ад мы не понимаем, да, место для котлы, там, то есть вообще отдельная тема, что такой ад вывел оттуда, я не знаю, где я штука, вот, почему именно так, это вопрос, вот, наверное, правильнее на него будет ответить, мы в это верим, что так и никак иначе, ему сам эффективный, единственный способ, не нарушающий свободу человека, не нарушающий вообще человеческое естество, вот, да, мы в это верим. Понятно. Так, послушать мнение Марго, ну, у меня зависит от того, какого типа мнения, по этому вопросу интересно, потому что анализировать, и я сейчас этот термин буду использовать в антропологическом смысле, да, анализировать миф можно по-разному, можно его анализировать синхронически, можно диахронически, так же, как с языками. Синхронически, это значит, мы берем этот миф в конкретном промежутке времени, собственно, его употребления. Диахронически, это значит, мы смотрим на его развитие сквозь время. Диахронически ответить на почти любой вопрос, библейский, можно, это совершенно не сложно. От кого позаимствована та или иная традиция и тот или иной мифологический троп? Зачастую в Новом Завете можно найти вещи, которые на поверхности выглядят как будто взяты из просто Ветхого Завета и повторены. Такое тоже случается. Зачастую можно увидеть вещи, которые либо в Ветхом, либо в Новом Завете повторены из иных религий, которые были до этого. Такое тоже случается. Ну и, собственно, как и любая религия, у нее есть там свое развитие и, конечно же, такой тезис, как кинозис Иисуса Христа, он тоже наверняка имеет свои исторические антициденты, предтечи. А вот синхронически посмотреть, особенно если попытаться это сделать изнутри, значительно сложнее. Да, потому что это уже богословие. И, ну, для атеиста или для человека, принадлежащего к другой религии или к неофициальной религии, то есть для язычника, например, объяснение этому достаточно очевидное. То есть, я думаю, с очевидностью этого объяснения спорить очень сложно. Можно, наверное, с самим объяснением поспорить, но с тем, что оно действительно на поверхности, то, что скорее всего, ну, мифы, они и есть мифы. Мифы происходят от других мифов. Ну, вот, тут есть кинозис, а до кинозиса, значит, в какой-нибудь другой религии или хоть бы в той же религии было что-то похожее, что потом в этот кинозис превратилось. Как, в общем-то, и со всем, что было в какой бы то ни было религии, в какой бы то ни было части земного шара. Почему Иисусу Христу нужно было максимально унизиться для того, чтобы искупить грехи всего человечества? Можно посмотреть на представление о грехе, образовавшееся к тому времени, которое сильно отличалось уже, сейчас тем более отличается, отличалось уже от представлений о, скажем, плохих поступках в других религиях, которые были ранее. Можно посмотреть на жертвоприношения, которые имели место в древнем иудейском обществе, то есть, собственно, какой облик принимали эти жертвоприношения, когда, значит, надо было заколоть ягненка и так далее. Какова была метафизика этих жертвоприношений, как она менялась со временем. И, в общем-то, все проясняется. То есть, тяжело с этим вопросом разбираться только человеку, который находится внутри этой религии. На самом деле, снаружи все просто. Ну, наверное, да, потому что, ну, я понимаю, что не совсем честно, но когда я смотрю на условное развитие других религий, конфессий и так далее, да, для меня все, ух ты, как просто. Это оттуда, это отсюда. Но с другой стороны, я сейчас готовлю ролик про Ветхий Завет как миф, где пытаюсь последить условно сюжеты популярного Ветхого Завета, откуда растут ноги, и, наверное, тоже просто. С Новым Заветом так не получается, потому что для нас Новый Завет это краеугольный камень, без которого, ну, наверное, все нет никакого смысла. Вот, то есть Библия, скажем так, по своей значимости неоднородна, с одной стороны, вот, и с другой стороны, мы читаем Ветхий Завет глазами Новозаветных людей, тех, кто уже восприняли Новый Завет, кто сроднились с ним, и уже Ветхий Завет для нас не является таким дословно-описательным, скажем так. Ну, он и для них не является дословно-описательным, но начнем с того, что он не является... Я про себя. Да, но начнем с того, что он не является Ветхим. То, что мы называем Ветхим Заветом, это уже христианское прочтение. на самом деле. да, 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 согласен. У Стивена Райта есть хорошая шутка на эту тему. Вам не приходило в голову, что вообще Новый Завет, он довольно Ветхий. Поэтому, в принципе, в принципе, скорее, надо бы говорить, надо бы его называть the most recent testament, то есть крайний Завет. В общем, это крайний Завет. Но при этом я как христианин, я обязательно не должен об этом сказать. Да, я об этом скажу, в том, что с моей точки зрения изнутри, если мы условно мораль Ветхого Завета уже давно переросли, условно мораль справедливости око за око, то вот от морали Нового Завета нам еще ползти, ползти, прям вот как мне до новенькой Теслы, которая заработала на своих донатах, когда-нибудь, честное слово. То есть глобальная мысль, которую мы изнутри прочитываем, вот в этих двух условных Заветах, они разные, и если в принципе мы одну мысль уже усвоили, то вторую пока еще нет. Возможно. В Новом Завете там в принципе нет слова справедливости, там мейнстримы проходят мысли, а призыки к кино здесь самоуничижение и любви отдания себя ради ближнего, то, что мы и я в том числе не умеем делать. Но это зависит от понимания любви к ближнему. Да. Потому что ветхозаветная религия, будучи в общем-то трибалисской религии, по сути дела, родоплеменной, она тоже про любовь к ближнему, но не про христиан. Но кто-то близкий, кто-то из близких. Так. Naked in TV 100 рублей. Если тебя крестили, то ты до гроба православный или вера она таки в голове? Да, скорее вера в том, что ты реально делаешь. Вера в твоем образе жизни. Я бы наверное сказал, что крещение само по себе оно как свадьба. Вот я утром проснулся после свадьбы, я помню. Посмотрел свою уже жену и подумал, елки-палки, ничего же не поменялось, вот у меня вообще ничего. То есть, ну, свадьба, наверное, некий акт, в котором я громко заявляю общество, что пацаны, так, смотрите на меня. Я был раньше разгильдяем, и вот сегодня я решила степениться стать взрослым человеком, жениться, так сказать. Все запомнили, да, вот я пойду по пути женатого человека. Но сама по себе свадьба ничего не дает, кроме вот какого-то вот такого, я не знаю, честного слова, которое я налагаю на себя. Наверное, то же самое крещение, крещение само по себе тоже ничего не дает, и то, какой ты хрящен, то, кто ты есть по жизни, а не то, как давно и как сильно ты был хрящен. Наверное, так. Понятно. Грегори Пек, 100 рублей. Помнится, меня в детстве родаки в церковь водили. Там исповедь была. Меня заставляли идти к батюшке говорить, что я плохой. Я упирался тогда, но все равно меня затолкали. В общем, я что-то там рассказал ему, не искренне, конечно, но только чтобы мне потом хэппи милл в Макдональдсе купили. На причастие я ходил примерно с такими же условиями. За хэппи милл. Я тебе сочувствую. У тебя было очень тяжелое детство. Все. Все за хэппи милл. Да. Ну, что могу сказать? Это, конечно, печаль. Это наша проблема, когда, наверное, родители с лучшим побуждением прибегают к таким дешевым манипулятивным методам. И по итогу дети, когда вырастают, естественно, они отвращаются от, в общем-то, хороших идей. И надеюсь, что я не буду совершать таких же ошибок со своим ребенком. И я надеюсь, что если мой ребенок, когда станет уже более-менее подростком и осознанно более-менее мне скажут, пап, ты знаешь, я вот и не манипулировать им с помощью хэппи миллов. Понятно. Так, Петр, 100 рублей. Сквер или храм? Чего? Это вопрос из разряда какой стул садишь. В понятке частного мнения, исключительно частного, вот прям только частного мнения, в сложившейся ситуации, понимая вот вообще вот все-все-все, но пытаясь вникнуть вообще во все перебитье, да, было бы разумнее оставить там сквер. Наверное, так. Да. А можно было ответить «Вестник бури», например. Нет, я считаю, что надо строить больше скверов в России, то есть нужно выделить отдельную статью бюджета под строительство скверов. Так, и... За счет чего интересно? Да, это проблема, условно, часто, в России, но так получилось, и я даже вижу разницу на контрасте Минска и любого другого города в России. И да, проблемы со скверами на более чем налицо, и тут вообще во всем Варламов помощь, наверное, так. То есть, насколько я вижу разницу между условным Минском и Варшавой, не в пользу Минска, то такую же разницу я вижу между условным Минском и Астрахани. Не Астрахани-то вообще нет, там совсем все плохо. Ну, в общем, Минском и любым другим городом России. Вот. Да, но я считаю будущее за строительством скверов и пустырей. Так, Антоша, 100 рублей. Как гость относится к Милонову? Вселились ли в Милоново бесы? И поможет ли просьба одного бога, Панасенкова, к другому избавить его от картавости? Спасибо. Так. Не то, чтобы я являюсь фанатом Милонова и прям слушаю все его мнения и как-то на них реагирую, но чем дальше, тем больше, мне кажется, точнее, соглашаюсь с мыслью о том, что Милонов один из тех людей, который должен озвучивать маргинальные вещи и тестировать на себе реакцию общества, насколько оно готово принять идеи. Православный тоже люди бывают разные и часто они могут искренне доводить какую угодно дичь, даже самую неправославную. Но на счет этого картавый свет не ко мне. Я, конечно, могу помолиться, но только своему богу. Ну да. Так. Gay of Thorns 100 рублей. Первый вопрос. World Orthodoxy норм-тема брат жив, каноны соблюдаете в общении с Константинополем? Если нет, обоснуйте за их ереси. Так. Тут нужно определиться с терминами под мировой ортодоксией, что автор имеет в виду. Понятия не имею. Видимо, это какой-то термин или организация. Ну, давай я попытаюсь дать определение, если, конечно, конфликта между Московским Патриархатом и Константинопольским из-за территории Украины. Так случилось, что в процессе конфликта церкви разорвали между собой так называемое юханистическое общение. То есть, когда священникам Московского Патриархата запрещено служить вместе со священниками Константинопольского. На самом деле, это достаточно серьезно, потому что для нас и христиан совместное участие в литургии является символом единства. Является, ну, о чем я говорил раньше, то есть, вот той самой мистерии, в которой мы все едины, едины с Богом, ну, и так далее. И если кто-то с кем-то не служит, то это значит, что, ну, прям, ну, все совсем очень плохо. И, да, здесь тоже все очень плохо. Вот. Да, и вот в контексте конфликта из-за Украины, дошла до того, что сейчас московским, ну, священникам русской церкви запрещено служить со священниками Константинопольской. Я специально не занимаю некую позицию, потому что, как бы, зачем? Вот. Я просто пытаюсь быть максимально нейтральным. Вот. Но при этом пока что никаких серьезных обвинений Константинополя в Ерисии либо еще чем-то таком не прозвучало. То есть, это странный казус, когда мы пошли на достаточно крайние меры, когда мы вместе не отслужим, но при этом прям обвинения в Ерисии пока не звучит. Это интересно, это необычно. Таких примеров истории, наверное, будет мало. Но в общем, пока никого там серьезных есть. Вот. Так, понятно. Второй вопрос. отношение гостя к имяславию, сергианству, экуменизму и соединению с англиканами. Так. Я, да, не то чтобы я прям каждый день отвечаю на эти каждый день я обновляю в голове все тонкости вот вообще всего-всего-всего, поэтому я могу сейчас поддупливать. Значит, соединяюсь с англиканами. Русская понимание, многие растут там еще из глубокой дореволюционной России, когда на волне хайпа, антикатолицизма наши, ну, условно, русская церковь пыталась найти контакты с теми же с англиканами. Сейчас, насколько я в Грузии, вот тот диалог, который был тогда, он сейчас не имеет никакого продолжения, ну, и как бы все. То есть, ну, для меня англикания, это, ну, просто одна из конфессий протестантских, ну, как бы, и да. Когда я был в Риге, наверное, я зашел в англиканскую церковь, там была служба, ее ввела, оказывается, женщина-священница, и там это было необычно. Мне понравилось, хотя структурно, в общем-то, элементы службы, не угадывали, было понятно, что и что, но да. Так, с чего там еще сергианство? Сергианство, я боюсь, честно, говорить много лишнего, просто потому, что эта тема завязана на Вторую мировую, на Сталина, на гонения и так далее, и на сложные, на сложные моменты, на сложные решения, которые тогда принимались. И я просто вот, вот так сходу, я не готов, потому что, ну, не то, чтобы я об этом думал каждый день, поэтому, давай с ними вопрос, ну, потому что, ну, как бы, ну, да, неожиданно. Сложно, но можете посмотреть видео про сталинизм, если вам интересно, есть на канале батюшка ответить. Ну, мы еще можем и так далее, вот. А что там еще было? Ну, еще было про имяславие и про экуминизм. Про экуминизм мы обсудили, а вот имяславие, я не знаю, что это такое. Слушай, я вот прям не то, чтобы прям тоже сейчас сходу готов про эту тему говорить, ну, просто потому что, да, я помню, что эта тема была осуждена как ерес там церковью, где-то в начале 20 века, еще до революции, типа там году, там, 1010, что такое. Из-за этого там что-то сильно бунтовал или русский монастолий на Афоне, ну, как бы, что там там завязано с мистикой и так далее. Ну, я сходу тоже не готов, потому что тема не каждого. Хорошо. Ну, в общем, что-то там было связано с какой-то там богословской полемикой в общем, начала 20 века. В итоге одна сторона другой обвиняла и себя другая. И как бы... Ну, наверное, как-то с именем Бога связано, скорее всего. Ну, там скорее... Опять же таки, сейчас я могу сказать какую-то гадость. Там идея была в том, что когда-то называешь... Нет, не так. Идея была в том, что в имени Бога, условно, вот Иисус, содержится сущность Бога, типа такого, что-то. То есть как это... Почему я съезжаю с тем, потому что... Вот. И вот отсюда какая-то проблема. Понятно. Так. Ну, такие вещи обычно аудитории больше всего интересны. То есть наверняка будет рано или поздно вопрос про Святого Христофора, к примеру. Так. У тебя очень странная аудитория. Прямо... Прямо... Я так как-то... Да. Ну, людям не интересны простые вещи про... Ну, очевидные вещи про таинство причастия и так далее. А вот Святой Христофор, который киноцефал, это гораздо... гораздо ярче и маргинальнее. Ну, тут дело в том, что мы вообще любим всякие вещи, которые средневековые монахи могли на полях нарисовать. Да-да-да-да-да-да. Да, я в курсе. Там было немного всякого интересного рисования. В том числе и не очень предвечного и так далее. Да, Святой Христофор, он в это дело очень-очень-очень вписывается. Мне очень нравится Святой Христофор. Еще мне нравится вот эта вот городская легенда про адописные иконы. Я не знаю, ты слышал или нет. То есть есть такая страшилка. это чисто urban legend про адописные иконы. Это иконы, которые представляют из себя такую искусную копию нормальной иконы, которую человек может купить как нормальную икону. Но под поверхностью там нарисованы всякие страшные вещи цыганами для того, чтобы специально с человеком происходили плохие вещи, призывались демоны и всякое такое. то есть меня особенно вот эта сторона вот эта сторона фолк христианства меня привлекает. Ну, это скорее фолк, да, и я бы сказал, что вот эта сторона фолк христианства с моей точки зрения, опять же таки, к нормальному христианству имеет очень мало отношения. да, одна из проблем вообще христианства в том, что оно достаточно разнородно, и то, о чем говорят условно ученые, там, богословы, может сильно очень отличаться от того, что говорят простые женщины в храмах. И это совершенно разные миры, которые это никак друг с другом не связаны. Ну, что касается адописных икон, ну, это вот такой элемент скорее вот такой дикой, суровой, народной, полуязыческой религиозности, когда хочется вплести в общем-то абсолютно немагичное христианство, ну, когда мы говорим о христианстве ученым, какие-то вот элементы простой народной магии. С моей точки зрения, это не работает. Я могу на сбор, если, конечно, вы мне денег не достанете, поставить себе в комнате миллиард адописных икон, и отчитываться в своем состоянии здоровья каждый день в течение месяца. Я рассказываю, что все круто, вот, ничего со мной не случилось, страшно. Ну, просто человеку сложно уложить в голове то, что, ну, с одной стороны, можно вполне официально поцеловать мощи святого, и вот это вполне себе душеспасительно и даже от болезни иногда лечит, а вот адописная икона, она навредить никак не может, потому что это магия и она не работает. Потому что у нас мир не магический уже после жертвы Христа, поэтому все. Ну, опять же, таки, насчет целования мощей, да, то есть, да нет, это никак не лечит, я бы не сказал, что у нас есть какое-то такое учение. Не, понятно, что кто-то в это верит, пожалуйста, на здоровье, что называется. Наверное, с мощами история, ну, если завтра умрет, например, кто умрет, да я не знаю, ну, кто угодно, в общем, человек, которого мы с тобой вместе очень сильно уважаем, допустим, кто-то, я не знаю, какого мы вместе уважаем, кто-то умер, возможно, мы, вот, почитая его память, возьмем что-то из нашего с тобой времени, то, что является актуальным, нормальным, и так далее, и вот таким образом почтим его память. Вот, наверное, с мощами та же история, наверное, 2000 лет назад, в общем-то, как-то таким образом примерно почитали память тех людей, кого любили. Вот, просто традиция сохранилась, и да, если быть совсем честным, сегодня нам выглядит много страны, но сами посимой никому не исцеляют, у нас нет такого чения, вот, примерно так. Ну да, был один уважаемый человек, вот, все-все-все-все-все-все-все-все, и как не можем его с Красной площади унести нахер. То есть, такое... Ну да. Так, третий вопрос. У меня пропал звук. Все, здесь, да, я тут. Третий вопрос. Иосифляне или нестяжатели? Слушай, тоже я не каждый с ней об этом думаю. Поэтому да. Нестяжатели понятны, и сифляне сейчас я... Мне нужна первая чисто строчка гугла, чтобы... Чтобы, чтобы... А, угу. Да, я понял. Тут скорее вопрос не религиозный. Так, ну вкратце, да. Нестяжатели понятны по названию, в общем-то. Какое-то направление в христианстве, в основном в монашестве. Завязанное на отказ от вообще-то всего. Иосифляне, наоборот, направление в русском христианстве, отчасти в монашестве, на сильное монастырь, которое обладает большим количеством земель, христиан и так далее. Ну и конфликт между ними. По факту победили иосифляне. Хотя никто его знает. Мне бы, наверное, чисто мне, на личном уровне, мне ближе к нестяжателю. А вообще мне ближе к католическим системам орденов, где разные ордена, разные, скажем, монастыри, заточены под разные штуки. Это может быть в одном монастыре нестяжательное, а в другом нестяжательное, а в третьем миссионерном, в четвертом ученом и так далее. Хорошо. Так. Антимодернизм. 100 рублей. Как батюшка ответит на критику от антимодернистов про его ролики с оправданием блуда, про секс и всякую модернистскую чушь? Да, есть такое дело. У меня есть ролик, называется «Про секс». Под фичей можно говорить до слова? Потому что ты мне там присылал список запрещенных. Секс, слово «секс» можно говорить. Хорошо. Да, и кто... Я сам не читал, но за пять роликов про остается, я уже не помню. Кто-то, в общем, посчитал. Ну, и я попытался... Я сказал, на самом деле, достаточно криво эту мысль. Но это была, наверное, первая попытка, которая простительна за счет того, что первая. В общем-то, я попытался объяснить, почему интим вне брака, с нашей точки зрения, это плохо. Ну, и вообще-то говорю о том, что если мы все не более чем обезьянки, то какая разница, кто, где, с кем, и как спит, вообще неважно. Но если мы перетеним название человека, то здесь уже включаются разные философские и религиозные системы, которые по-разному описывают человека. И вот для нас, для христиан... Да, и понятно, что эти системы часто затрагивают базовые вещи, такие как, я не знаю, инстинкт размножения, ну и так далее, и так далее. И вот для нас, для христиан, вот секс — это штука, которую мы всячески поддерживаем, если что, мы за это дело. Но мы считаем, что секс — это общение, которое должно быть только в браке, потому что... И туда мы не лезем вообще никаким боком, вот в постель супругов, никаких календарей, никаких там, я не знаю, списка, вообще никакой образованной камасудры и так далее. Но мы считаем, что это квинтэссенция общения с супругом. И наоборот, секс — вне брака, он потенциально разрушает брак. Почему? Потому что мы так считаем, потому что исходит из нашего определения человека. Ну вот, типа такого. На что модернисты обиделись, точнее, антимодернисты, сказали, что «Ах, ты ж, гад, такое ты сказал слово «секс», как ты посмел? Ты здесь вообще? Я здесь, я микрофон выключил. Да. Все, я понял. А то не привычного шума. И очень долго и сильно бухтели, что какой же я нехороший человек, я говорю так неразвратное слово, как я посмел. На что я предложил, ну, хотите, я буду называть это дело совокупление. Или я не знаю, как еще его называть. Вам легче будет или нет? Но говорить же про тему нужно, потому что она актуальна для всех. Даже для вас, уважаемые антимодернисты. Да, антимодернисты – это интересно. Ну, это понятно, что это очень абстрактное название, которое не отражает истинного, скажем, содержания того, о чем они говорят. Потому что, по сути, наши церковные условные антимодернисты – это ребята, которые реконструкторы, которые пытаются реконструировать христианство в его, скажем так, в поздних снимковых формах. Понятно, ларберы. Да, да, да. И считаю, что именно их формы являются самыми истинными, а все остальные еретики должны следить в аду. В целом, я не против, потому что это нормально, это весело. Ну, это как про свирнин говорит, обычно это формулируют, как традиция возможна, только когда нет рефлексии, когда начинается рефлексия. Традиционный уклад невозможен. Топорная формулировка, но для большинства людей, я думаю, сойдет абсолютно. По крайней мере, имеет смысл. А, все, уже здесь. Так, так. Naked in TV 100 рублей. Обязательно ли ходить в церковь, молиться и все эти ритуалы, или можно просто принимать ценности в церкви и быть православным дома? Лежа в постели. Так, ну смотри, смотри, что ты собираешься делать. Если ты хочешь ставить свечки, то, в принципе, в этом нет никакого смысла. Можно, не выходя из дома, например, можно открыть, там, не знаю, благородительный сайт и пожертвовать кучу денег больным людям. Отличное, хорошее дело, даже из дома выходить не нужно. Молиться тоже можно дома, для этого совершенно нельзя находить церковь. Но мы, христиане, мы верим, что есть принципиально важный момент, момент евхаристии, но я не могу говорить, то есть вот момент мистерии, таинства, где вот мы общиной соединяемся вместе с Богом. И мы верим, что нормальная христианская жизнь без причастия невозможна. Поэтому иногда все-таки нужно выползать из дома, либо приглашать все там к себе домой, чтобы участвовать в фитургии в этом таинстве. А так, без евхаристии, скорее всего, ты будешь отличным, хорошим парнем, который на самом деле молодец, но христианин тебя назвать будет сложно. Хотя некоторые жития святых знают истории, когда люди причащались крайне редко. Хорошо. Так, спектейтор, 100 рублей. Здравствуйте, уважаемый кем-то гость. К вам пару вопросов, если не затруднит. Первый. Вы верите в то, за что топите на самом деле? Или это бизнес-проект? Вы что-то должен ответить. Я не знаю, мне это, если честно, напоминает, как когда Бен Шапира планировал в Юси-Беркли выступить. И там, соответственно, антифашисты заявили, что он позиционирует себя как еврея. А Бен Шапира это, ну, если что, такой очень низкого роста человек, который всю жизнь ходит в Ермолке. Никогда ее не снимает. В принципе. Нет ни одной фотографии или записи, где он без Ермолки. То есть, прикрытие у него будь здоров, так я вынужден сказать. Вот. То есть, то же самое и тут. Да, бизнес-проект. Замечательно. Я как-то общался с главой пастафарианской церкви в России. Его звали сам паста-четвертый, он же Михаил Самин. Тогда ему было 16 лет. У меня есть даже два ролика с ним записанных, где мы рассуждаем про пастафарианство. И, в общем-то, я к тебе писал все же вопросы. Ну, скажи там, на камеру, мне подчеркнулся, это прикол или нет. И он такой на меня смотрит, ржет и говорит, нет, я абсолютно все есть. То есть, ну, как бы, ну, вообще, так, что-то мне занесла тема пастафарианства. Это очень прикольная тема, когда есть вещь, которая формально подходит под все определения нормальной религии. То есть, у них есть свое писание, свое учение, не знаю, там, свои святые, возможно, появятся свои мученики и так далее. Вообще, все есть, но все мы понимаем, что это степ. Какие клеационисты, какие плоскоземельцы и так далее, которые, в общем-то, где-то пытаются быть похожими на науку, и, может быть, у них даже это получается, но в какой-то степени это взлом системы по формальному признаку. Вот. Ну, может быть. Но я считаю, что постэфорианство, оно, в принципе, перешло стадию сатирической религии. Сейчас она просто квазирелигия. То есть, потом, если она не сдохнет, то будет вполне себе религией. Да, да. Ну, мы про это говорили, да, что, в общем, подожди сотню лет в общество и посмотрим, а что вы превратите. Да. Я не понимаю продолжение вопроса. Продолжение вопроса. Ну, давайте уже к следующим перейдем. Что можете сказать касательно садомии в семинарии? У меня друг интересуется, хочет пойти. Пойти зачем? Мне интересно. Что он хочет получить? Да, я учился в семинарии. Я слышал такие истории, причем слышал от уважаемых людей, которых я уважаю, чьи слова не могу списать с счетов, но лично я ничем таким не сталкивался. Наверное, потому что у меня на лице было написано, что мне не предлагать. Может быть, поэтому. Есть ли проблема и какого она масштаба, я не знаю, потому что у меня нет, скажем, четких данных. Все, что я об этом знаю, я условно знаю от того же Кураева. То есть, это какие-то общие данные, уже обработанные кем-то. Отлично, я у себя в сценарии ни с чем-то не сталкивался. Понятно. Так. Третий вопрос. Ваше отношение к телеканалам Спас, Царьград, помогает ли дичь, транслируемая в означенных? Если да, почему? Спасибо. Ну, с моей точки зрения, во многом, это смешно, эти. Не то, чтобы я, понимаешь, хотя, у нас, я участвовал в какой-то передаче на Спасе, вот, меня записали. А еще мне брали комментарии по поводу течения Руси, типа, ну, я тогда был просто одет, типа, майкшорты на небес стал Спас, где-то на каком-то праздном форуме в Москве, вот, и я с ними давал ругаться по поводу роли князя Владимира, то есть мы там топили, ну, вообще, такую очень правильную версию, я с ними начал сподить, но это почему-то не вошло ни в коэфир, потому что если вошло, мне бы показали. Вот, да. Но, с другой стороны, с другой стороны, я понимаю, что, наверное, эти телеканалы полезны тем, что они забивают собой для, скажем так, православных женщин старшего пенсионного возраста, ну, обычный телевизор, да, то есть на фоне нужно, чтобы что-то играло, раньше, что-то была везде уже выключили, вот, и на фоне, да, у них постоянно играет Спас. Насколько это дичь, тоже вопрос, я не готов про это судить, потому что я не являюсь зрителем этого телеканала, но я общался с людьми, которые там работают, они говорят о том, что Спас поднимает свои проблемы, конкретно Спас, и пытается быть, с одной стороны, сохранить свою аудиторию, то есть говорить на языке о тех, кто уже на пенсии, то есть говорить вот максимально спокойно, максимально благочестиво и так далее, но с другой стороны, хоть как-то доносить все-таки адекватные вещи и проведять их, вот, наверное, у них-то получается, я не знаю, про другие телеканалы вообще ничего не знаю, никогда знаком. Хорошо, так, VKUL, 100 рублей, здравствуйте, преподают ли в семинарии демонологию и какие демоны есть в православии? Да, у меня пробелы в знаниях, большие пробелы, я прогуливал этот примет, поэтому, давай следующий вопрос. Ну, ты думаешь, ты пошутил, но проблема в том, что аудитория действительно не может знать преподается имидеминология в семинарии. Нет, такого предмета нету и вообще, что касается условно ангелологии, ну, или демонологии, кому как удобнее, это тема, скажем, разряды частных каких-то богословий. Ну, идея в чем, у нас есть догматы, их очень мало, по сути, догматов, ну, три с половиной штуки, то есть, все они описывают, кто такой Бог, все, точка. То есть, догматы не переписывают мне, с какой ноги там вставать утром, как правильно молиться, я не знаю, как хотите соблюдать пост, как его соблюдать и так далее. Тогмы дописывают Бога и то достаточно, ну, скажем так, путеводные маяки в море. В принципе, я могу плавать во многие направления, но вот есть вот маяки, которые меня ограничивают вот так, ну, в очень широком пространстве. Вот. Все остальное, ну, по сути, вот, ну, ну, или не все, но многое остальное уже является, скажем, плодом каких-то, вот, двух тысяч лет развития христианской мысли, частным богословским мнением и так далее, в том числе, что касается и ангелологии. То есть, у нас есть церковные авторы, которые писали много по этому поводу, но, ну, скажем, это не то, что составляет суть христианства и так далее. Вот, такого предмета отдельно посвященного нету, вот, вот, и, скажем, градация ангелов, она весьма относительна, а градация демонов такой мы вообще не знаем ни в каком виде. Да, ну, сейчас, по-моему, это я видел хорошо. Да, это эти темы, они обычно у католиков больше значительно освещаются. У них, во-первых, есть, в общем-то, формальный протокол, как экзорцизмы проводить. То есть, в принципе, да, демонология с этим очень тесно связана, потому что, ну, они ее действительно учат. Я не эксперт, опять же таки, я не то, чтобы тема экзорцизма есть и у православных в какой-то степени, а с другой стороны, эта тема крайне-крайне сложная и очень неоднозначная в то же время и православных католиков. То есть, она как бы есть, и кто-то ей типа занимается, но насколько это имеет, скажем, отношение к реальному христианству, причем, неважно, конфессии, это большущий вопрос и самих этих конфессий. Вот, и скажем, когда ко мне приходит человек, вот прям, когда-то будет уже не знаю, сто пятьсотая попытка и не рано. Так, ну, этот ответ загривался полностью, то есть, тут вообще непонятно было. Говорю, когда, если вдруг ко мне придет человек, который немного не в себе, скажем так, то первое, второе, третье, четвертое, пятое, что я сделал, я отправлю его к врачу, а не к экзорцисту. И, если вдруг я подумал про экзорцизм, то это будет прям очень нескоро, и я даже не знаю, что должно произойти, чтобы я про это подумал. Хорошо. Так, Naked in TV, 100 рублей. Иисус, единственный сын Божий, или мы все можем считать себя детьми Бога? О, на это я знаю, как ответить. Да, В символе веры сказано рожденный, не сотворенный, то есть, мы как бы все сделаны по образу и подобию, а Иисус, сын, это разные вещи. Я бы, ну, может быть, мы сейчас, возможно, друг друга не до конца, ну, опять же таки, вопрос слов, вопрос несовершенства языка, может быть, да, ну и так далее. То есть, сын, слово сын, ну, опять же таки, слова Христа, о том, что я вас называю друзьями, там, не знаю, слово Христа в притче о блудном сыне, да, где, собственно, сын, который блудный, это есть образ человека, человечества, сын, ну и так далее. Наверное, просто это разные вообще степени, ну, разные значения вкладываются в эти два одинаковых слова, сын. Вот. в случае с Христом это уже момент внутридроечных отношений. Вообще-то тема строится просто не видя, что, ну, потому что это сложно, и это вот то, что является как раз таки, вот, догматом христианства. Вот то, во что мы верим, во что мы верим, да. То есть, Бог один, един, одно существо, одно сущность, одно, да, одно сущность, но при этом три лица, три личности. Вот. И здесь внутри троицы нет, вот в нашем человеческом понимании, в отношении от Сейса, вот, как один, вот прям, вот родил другого. Скорее, это какие-то попытки описать, скорее, какие-то, вот, словесные конструкции. Если бы история пошла по-другому, возможно, внутри троичной отношения мы бы описали другими словами. И вообще, в Евангелии, в Библии ни разу не упоминается слов троицы, тоже конструктор, который возник потом, в сечение времени. Что касается сыновей у нас, людей, ну, наверное, это вот отсылка к тому, что человек в христианстве это наивысшее творение, никакая тварь ползучая, никакая там сволочь под ногами и пыль, то, ради чего вообще все вращается. И каждый человек имеет принципиальное значение для Бога. И об этом нужно помнить момент, например, когда я встречаюсь с кем-то ни было. О том, что этот человек мой ближний, потому что он важен для Бога. Типа такого. Я опять удалился в проповедь. Да, это абсолютно нормально. Окей. Я проповедую регулярно свое. Эдип, 100 рублей. Подходит ли где-нибудь, проходят ли где-нибудь службы на белорусском языке? Например, в каких-нибудь небольших деревнях или селах? Может, сам гость сможет провести службу на белорусском? Я проводил уже. Ну, во-первых, в Нинске есть храмы, которые регулярно без проблем. И не один такой храм. в других белорусских городах тоже есть храмы, где проводят службы на белорусском языке. Особенно тактально в Западной Белоруссии, где большое влияние в польской церкви католичества, и где католики особенно миссионерски активны и тоже служат на белорусском языке. В момент службы на белорусском языке является таким важным маркером для местных жителей. Человек отсылает в чате к моему аргументу про аборты, используя совершенно инвалидную позицию про то, что я термин человек подверг эквивокации. Иди нахуй, голбоеб. Не засчитано. Я три раза бы на кулю проворачивал этот контраргумент. Меня, если честно, заебло. Извиняюсь. Так, Ринго, сто рублей. Не понял про то, что Новый Завет не мифичен? Аргумент от Берлиоза про то, что было уже много богов или детей богов с идентичной Иисусу биографией не валиден? Нет, ну, опять же таки, давайте предоставим, чтобы понимать, если мы говорим, что не фотосказка, то, простите, нет. Да, любой текст, в том числе, Новый Завет, мифичен, вопросов нету. Просто вопрос, да, если миф помогает нам ответить на вопрос, кто мы, куда мы идем, к чему двигаемся и так далее, таких мифов в общем-то полно везде и всюду, в том числе предать конкретное событие, сколько предать условно мировоззрения. Лагает пиздец, нихуя не слышно, сейчас надо какое-то время подождать, я думаю. Почему? Потому что мы тормозим? Потому что лагает. А, понял. Лагает, нихера непонятно. Так, ну я про мифы сказал, да? Ну да, я от себя могу ответить, что, как я уже сказал, рассмотреть можно по-разному, синхронически, диахронически, рассмотреть также можно изнутри и снаружи, любой миф и так далее. Поэтому, конечно, диахронические аргументы в стиле Берлиоза, они вполне себе работают, особенно если при этом снаружи еще смотреть. Но и синхронически уже нет, и изнутри тем более. Вот, собственно, и все. Потому что ответить на вопрос почему можно по-разному. Мы еще со времен Аристотеля знаем, что даже совершенно ощутимых вещей ответить на вопрос почему можно как минимум четырьмя способами. Инкфокс, 100 рублей. Что гость может рассказать о современной системе богословского образования? Воскресные школы, семинарии, что-то еще возможно. Есть ли аналоги военных училищ, например? В смысле военных училищ аналоги? Ну, я... Да. Я бы сказал, что все плохо, наверное, так. Но, опять же, я не могу говорить за весь мир. Буду говорить за ту систему, в которой я учился. До того, как поступил в семинарию, я учился в замечательном заведении по названию лицеи БГУ, Белорусского государственного университета. Плюс все мои друзья, самые близкие до сих пор, они, в общем-то, скажем, прошли через государственные и не только белорусские, но и российские, европейские образовательные учреждения. Это и магистратура в некоторых случаях, в некоторых только бакалавриат. И, да, я понимаю, что, наверное, масштабно, глобально мы от лучших образцов, да ладно, лучших, от стандартов европейских мы помогом отстаем. Да, у нас, в принципе, есть формальные требования, там, окажется более-менее крупно приходить, чтобы была в ответственная школа. Но, опять же-таки, у нас нет, скажем, нормальных стандартов подготовки преподавателей, нет нормальных средств в ответственную школу, нет нормальных, нормально обученных преподавателей с достойной зарплатой и так далее. То есть, часто в ответственными школами на приходах занимаются более-менее образованные благочестивые прихожане. Соответственно, качество образования часто такое себе. То есть, это какой-то, иногда сводится к рассказу вот таких сказочных детей, там, имбирийские мотивы, что, наверное, круто для лет до 5-6, а дальше уже все. Вот, к сожалению. То есть, наверное, конечно же, есть последствия школы исключения, но в целом, наверное, их не должно быть сильно много. Вот семинарии, или как говорит хозяин стрима, семинарии, тоже бывают разные. Вот, ну, я не сталкивался далеко не со всеми. Вот, наверное, столичные семинарии, вот, питерская, московская, минская, они более-менее тру. Но, опять-таки, современные минские семинарии, чем дальше, тем больше вызывают вопросы. Мне очень понравилось питерское, более-менее, вроде бы, нормальная московская, их две. Вот, что касается провинциальных семинарий, там, судя по слухам, там, все может быть так себе. То есть, иногда, иногда семинария может превращаться в условную хабзу, откуда приходят, скажем, парни из древни, которые, наверное, в своей интенции очень искренние, которые хотят быть священниками и так далее, но, поскольку они парни из древни, их нужно, ну, как-то вот, начать с самых азов, что называется. Вот, потом идет магистратура, магистратура, которая есть в Минске, она однозначно очень крутая. Она делалась, вот, по сути, сделана недавно, она делалась выпускниками ЕГУ, она делалась выпускниками европейских университетов, докторами, которые понимают, как должно выглядеть образование. Вот, Минская магистратура, аспирантура, я там учился, они просто, пока что, они, это очень круто. Московская, Питерская, не учился, не знаю, но я их видел со стороны, вроде бы, тоже неплохо. Про остальное сказать ничего не могу. Вот, в общем, в семинарии, если идти, то, наверное, в столичную, магистратура тоже, аспирантура. Как сказал кто-то умный, наверное, ситуация в семинариях, она полностью отражает, ситуацию в церкви. А так, вот, семинария, это копия, что ли, маленькая копия того, что происходит в церкви, когда, в общем-то, мы часто говорим об одном, говорим о любви, а ведем себя, как люди. Вот. И с этим ничего не делаем. Так, понятно. Так, и вопрос к Марго. Можно в паре слов о том же в США. Тот же US Learning включает церковные школы? Смотри, в США есть образование, высшее вообще на любой вкус, в принципе, присутствует что угодно. в Гарварде можно в, значит, как называется-то, на кафедре Divinity, короче, да, то есть, богословие, можно защититься по веканству запросто, и, как бы, диссертацию про веканство писать, и ты все равно, в принципе, можешь иметь богословскую, докторскую, значит, и выпуститься из Гарварда с ней. Вот. Поэтому, как семинарии работают, понятия не имеем, никогда не было, не было интересно, их полно для любой конфессии. Интересно, в США есть племенные колледжи, так называемые, для индейцев, там преподают почти исключительно индейцы, и учатся только-только индейцы, и там можно на шаманов учиться. Вот. Я бы сходил куда-то учиться. Да, ну, там, там, очень суровый конкурс, то есть, там только индейцы берут. Вот. Так, Патриарх Кирилл, 100 рублей. Иисус, красавчик? Конечно. Понятно. Так, Антимодернизм, 100 рублей. Критика батюшки. Во-первых, отношение к благодатному огню. В вопросах чуда с рождения благодатного огня, отец Александр высказывает свое согласие с отцом Андреем Кураевым, отвергающим чудо снисхождения. В чем вопрос? Написано, что это критика. А, ну, вообще, пару дней назад условно, ну, не так. Скажем, в любой, более-менее, скажем, крупной, наверное, группе людей есть свои, правильно, буду подобрать слово, будут маргиналы. Ну, маргиналы не в смысле, вот, ну, в общем-то, поймал, да. Это нормально, да, то есть, вот, и такие же есть у нас, они громко говорят, громко говорят они по вещах, с одной стороны, а с другой стороны, они же, их мало, просто за счет того, что они громко говорят, кажется, что их много, вот, и не так давно, вот эти вот товарищи, правильно, писали очень смешной текст, вот, с которого я очень долго смеялся, и, соответственно, вывесил его у себя в паблике, вот, и с чем собрало много лузов, много лайков и так далее, вот, и первым пунктом идет без всякой ссылки вообще, на что бы то ни было, на контекст и так далее, вот, мое отношение к податному огню. Да, я пару раз высказывал себя по этому поводу, но, чтобы сохранить интригу, скажу, что я планирую ролик по этому поводу. Если кратко, то в символе веры, молитва наших христианств, в которой кратко говорится о том, вообще, во что мы верим, там ничего про податное огонь не сказано. с принятием хрещения, я не обязую сразу же автоматически видеть планирую ролик по этому огню. Это первое. Второе, вообще, сама идея, чудо по расписанию, вот, как это часто приподносится, планирую ролик по этому огню, оно, ну, оно не совсем христианское, скажем. Вот. Ну, вот примерно так, если очень кратко. Поэтому, да, если, я, пожалуй, займу позицию, вот, фоманевирующего, как, пока сам лично не проведу эксперимент, пока сам лично не засуну свое лицо вот в этот пучок свечек, имею полное право не верить. Хорошо. Так. Ну, и потом, в конце концов, если была такая классная, вот прям вот, прям была-была-была, то где же нормальные в лицензируемых журналах исследования на эту тему? Потому что явление, судя по тому, как описывают в народе, крайне необычное и крайне, вот прям, да, где все это? Вот списывается на басовские законы, если где-то неинтересно. Пожалуй, так. Понятно. Во-вторых, отвержение учения о справедливости Бога. Ну, да. В один из святых сакций один говорит, что если он был бы справедлив, то он на все бы гонит. Иначе, говоря, то, чем я говорю, что у Бога есть только один закон, как он подчиняется, закон для любви. Вообще, ну, опять-таки вопрос справедливости. Что такое справедливость? Если в нашем человеческом понимании, ну, в таком широком понимании, что око за око, я не знаю, вот тебе 20 лет сидит за то, что ты там, где-то там, тебя остановили с наркотиками, ну, в таком случае, я не думаю, что такая справедливость поднимена к Богу. Например, так. А можно цитату еще раз? Дословно сейчас не скажу, но идея в том, если справедливость, ну, имеется в виду наша человеческая справедливость, то мы все выгодили в аду, потому что, в общем-то, все мы не белые, не пушистые. Так, идем дальше. Исаак Семен, В-третьих, учение отца Андрея об эволюционизме. Да, Иоанн, очень хорошо. Прямо целое учение. Ну, во-первых, церкви нет этого учения, во-вторых, действительно, церковь, христианство, ну, церковь, ничего не говорит по этому поводу, вот с точки зрения учения, догматов, потому что эта тема не имеет прямого отношения к нашим, отношения с Богом, к нашему спасению и так далее. То есть, да, есть вещи, в которые мы видим, например, вот, в богочеловечность Христа, в троичность Бога и так далее. Вот, есть вещи, которые, ну, скажем так, которые не имеют принципиального отношения для христианства. Вот, и к ним, например, относятся темы креационизма, эволюции плоской земли и так далее. То есть, ну, хочешь быть эволюционистом, будь, хочешь быть креационистом, будь, то есть, какая разница, в конце концов. Главное, будь хорошим человеком. Наверное, так. Вот, и да. Ты включил микрофон? что-то хочешь сказать, нет? Ну, 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 да. Так, идем дальше. Если можно, если можно я продолжу, да, смотри, в чем, так сказать, библейский креационизм, он растет из буквального толкования библии, что вот сотворил Бог там сколько-то тысяч лет назад, около семи земли, там, за шесть дней, шесть коментарных суток. Как бы все очень классно, но, ребята, я раз, вот все, раз вы вот настолько буквалисты, давайте пойдем дальше. В библии, напомиум-сью-сью-сью-сью-сью-сью-сью-сью-сью-сью-сью-сью-сью-сью-сью-сью-сью-сью-сью-сью-сью-сью-сью-сью-сью-сью-сью-сью-сью-сью-сью-сью-сью-сью-сью-сью-сью-сью-сью-сью-сью-сью-сью-сью-сью-сью-сью-сью-сью-сью-сью-сью-сью-сью-сью-сью-сью-сью-сью-сью-сью-сью-сью-сью-сью-сью-сью-сью-сью-сью-сью-сью- вдохновенностью, когда мы признаем наличие в них и божественного, и человеческого. То есть, это не написано на текстах под диктовку, там, какие-то авторы пишут, что он под диктует, а тексты, в которых содержится божественная истина, но изложенная вот в контексте миропонимания человека, статических событий и так далее, и так далее. Вот. И это сложно. Так. В-четвертых, отношение к святым. Хула на жития святых Петра и Февронии. Ну, там действительно смешно получилось. Ну, смотри, если брать такое народное житие, которое вот часто бывает в народе, ну, вообще, да, сейчас пытаются из Петра и Февронии сделать, скажем таки, православный образец семьи, которым нужно подражать и жить так, как они жили. Вроде бы идея неплохая, потому что сами у нас проблемы. У нас много святых монахов, у нас много святых, я не знаю, святых, ну, в общем-то, святых мучеников и так далее. У нас нет святых, которые были бы просто обычными людьми, которые каждое утро вставали, шли на работу, ввели детей в садик, в школу, проверяли у них уроки, делали домашние дела, были просто хорошими людьми. Вот. И, в общем-то, есть попытки вот в современной русской церкви сделать вот из Петра и Февронии вот что-то вот такое вот. Но если брать, скажем, вот, житие, которое неофициально выложено, вот, скажем, в церкви, а которое, ну, где-то, может, дошло исторически, там, я не помню всю историю, но получается очень странно, когда Петр чем-то заболел, пришел к Февронии, она его вроде как там что-то вылечила, но оставила, но взяла честно слово, что он за это лечение на ней женится, что-то такое, оставила у него маленькую болячку. Вот Петр, естественно, естественно, не захотел не жениться, из-за чего болезнь снова развилась, он снова, то есть там какая-то манипуляция, там, в общем, все было очень весело. Ну, и как бы, ну, да, тем более, что жития святых никогда историческим памятником не являлись. Понятно, что жития святых это больше учительная литература, на которой мы пытаемся воспитывать поколение, а не рассказывать им историю многих жития. Вот, и относиться к житиям как исключительно верному историческому памятнику, ну, это странно. Хорошо. Так, идем дальше. Раблезианский гром по 100 рублей. Как гость относится к единственной научно доказанной религии от академика... Стой, подожди. Подожди, я услышал, что-то идем, да, и все, заново. Так, Раблезианский гром по 100 рублей. Как гость относится к единственной научно доказанной религии от академика всех академий мира Абдула Вери? Слышал ли он об концепции бога-сатаны Абдулова, который правит миром с Альфа-Центавры? Ну, я уже, я очень активно... Ух ты ж, Абдула ведет интернет-движение Тролли, работающая с добегами нигде блогеров. Так, так, так. Сознанно Абдуллим, Абдуллим. Хм, интересно. Надеюсь, что рано или поздно я столкнусь с этими ребятами, потому что это будет смешно. О, это было бы очень смешно, но ты просто не застал тот период, когда это было бы особо смешно, году в 12-м примерно. Да, 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 да. Это было еще молодые силы. Но я уже себя загуган. Так, антимодернизм, 100 рублей. Критика батюшки. В-шестых, шутливые высказывания по теме греха. Ну, и... седьмые отвержения учения о мытарствах. Ну, да. Смотри, значит, по теме греха у меня был ролик, где у меня на полной связи народ спрашивает, батюшка крутит спиннер, это грех? Я говорю, да, и кручу спиннер. Вот, ну, вот, это... Да, ну, есть такая тема, называется мытарство, которая абсолютно никаким, точнее, если мы ее примем серьезно, она полностью поломает вообще православное миропонимание. И тогда православные станут уже неправославными. К сожалению, многие, скажем так, антимодернисты этого не понимают. Я бы им посоветовал получить базовое образование, тогда, когда идешь, поймут. Так, хорошо. Чего-то этих ребят денег много? Восьмых... Восьмых неправильное учение... Прямо учение, понимаешь, какой я крутой, да? Так, иер, 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 сокращение от какого? сокращение иереи, практически, священник. Ясно. Неправильное учение иерея о... Кухты или кухты, кстати? Кухты. Кухты. Иерея кухты о латинянах. Там. я не знаю, что они вкладывают в этот армит. Пускай у них тоже спросить. Так, в девятых за сквер, а не за храм. Ну, по-моему, я нормально сказал, что это мое личное мнение, как бы, а что здесь такого? Я считаю, что в контексте всех событий грамотно будет храм в том месте сейчас не строить. Ну, личное мнение, это, значит, либо буржуазные предрассудки, вот, а у нас соборность должна быть, правильно? Да, 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 и причем такая соборность, которая, вот, которая, единственное верное... Такая соборность, которая два логических шага предполагает, да. Так, Леонид, 100 рублей. Мой троюродный дядя, священник, поехал с семьей служить в церкви на Донбассе. Причисли too его за это к лику святых? Или ему надо... Или ему надо патриарху отсосновать? Я не состою... Так, как? Я не состою в комиссии по предчислятию к лику святых. Вот, тем более, я не знаю троюродного дяди, дядю донатера, поэтому вопросы не по адресу. Хорошо. Так, пошли этот вопрос На передачу стоп-слова По бастере, короче Так, бом-бом 100 рублей Что насчет Анона? Поясните Анона? Может Анана все-таки? Насчет Анона Поясняют донатеры, которые с 2 час Приходят регулярно Скорее всего насчет Анана Что с Ананом было? Там была история Сейчас, подожди, я вас произведу В общем, у евреев Была традиция, когда умирал старший брат И не оставлял потомство, то брали его жену И отдавали ее младшему брату, чтобы он С женой продолжал жить И потомство, которое у них рождалось, дети Они считались детьми старшего брата, чтобы род не прервался Типа такого что-то И вот некто по имени Анан Он не хотел, чтобы по сути Его дети Короче, не хотел всего этого И поэтому Занимался своими Она В целом Ананизм Мы считаем грехом Точно так же, как и саксов Вне брака Я про это уже Да Но я думаю, что исповедь-то она решает Как бы с причастием То есть Но мы про это тоже говорили Что здесь вопрос Но она не работает Так что я Исповедь подчеркивает изменения Я понимаю Тут просто Значит Некая инкоменсурабельность Да Несоизмеримость Присутствует Потому что Ну Лично, скажем Мои какие-то религиозные Да Околомистические Взгляды Они предполагают Проверяемость Они предполагают Наличие действий Так или иначе Во всем А христианские взгляды Они изначально Предполагают То, что все-таки У человека Помимо Значит Обрядовой составляющей Помимо жизненных решений Есть еще вера и благодать И веру и благодать Никак тут посмотреть Не получится Со стороны Абсолютно То есть Благодать Она не излучается Никаким образом И вера В принципе Но если христианин Находится в состоянии Угнетения Значит То он В общем-то Эту веру Может какое-то время Держать при себе Никак не выражать С целью того Чтобы потом Собственно Продолжить ее Например Распространять То же самое В других Авраамических Религиях Кстати По большей части В язычестве Так не работает То есть Язычество Никак нельзя Значит Держать в сердце Пока Пока происходит Какая-то тирания Вокруг Потому что Как раз таки Язычество требует Выполнения обрядов Или как минимум Как минимум Принятия Соответствующих Жизненных решений Перманентно Ну Да Наш бог Трансцендентен И Ну Да Есть такое дело В общем Отцо Суза 100 рублей Как гость Считает Пришел бы он К Христу Если бы он Родился в племени Тотемистов Людоедов Или он Стал бы шаманом И проповедовал бы Человеческие Жертвоприношения Не думает ли гость Что не он Выбрал себе Религию А его окружение Выбрало за него Да Все дружно погибнут Потому что Они там Сволочи последние И самое главное Не христиане А все Истинно верующие Православные Антимодернисты Они конечно же Будут спасены Их там Очень мало Но зато Они в терняжках Вот я не люблю Такого Не люблю Ставиться в позицию Бога И там Решать Кто вообще Куда и человека Мне бы с собой Разобраться Да И прекрасно Ну опять же Мы не любим Сослагательных Наклонений Но в теории Если бы я родился День в другом месте В другое время То в общем-то Ну Все бы могло Сложиться Совершенно по-другому Вот Но Господи Вот ты это придумал Вот ты пожалуйста И решай эту проблему Меня вот Можно в это не впутать Хорошо Так Человек с ником 103 рубля 23 копейки А Библия Это же от слова Биба Я правильно понимаю У меня возникла ассоциация С одним Известным видеоблогером Это туда отсылка Или нет Ну это отсылка Это много к чему Отсылка На самом деле Но мне вообще Вспоминается Пранк-атака На радио Радонеж То есть Когда там Ну В числе всего прочего Позвонили И там Спросили Стоп А 10 заповедей Это Борис Моисеев Написал Или там Про другого Речка То есть Ну вот Это Подкол Значит Риторика Конечно Примерно Того же уровня Вот Ну для кого-то Тоже проповедь Наверное Так Нет Просто был Город Такой Финикийский Назывался Библой Там Что-то Там Возможно Были Библиотеки Техники Да Оттуда Поставлялся Пергамент Если я не ошибаюсь Тогда уже делали Пергамент Вот По-гречески Город Бюблос Назывался Ну и Собственно Оттуда Греческое Греческие Всякие слова А, обозначающие книги. Так, большой... Раз, раз, раз. Вот, все, уже слышал, уже слышал. Так, Большой Пепегский, 100 рублей. Вечер добрый, у меня вопрос к Святейшему. У меня есть два вопроса к религии, которые для меня важнее всех догом. Зачем нужно отдельное место в виде храма, если Бог услышит тебя, хоть из Марианской впадины? И зачем нужен проводник между Богом и рабом его в виде священника? В чем его роль? Ставить на путь истинный? Ну, я же уже отвечал на этот вопрос, что, по сути, собираться можно где угодно, хоть на дне Марианской впадины, но нам нужно место, где мы могли собираться и служить Туркию, главную, не знаю, христианское, главное христианское таинство. И в храме это делать просто удобнее. Но храм сам по себе, где не ослужит Сергей, и наоборот, собираться на небо Марианской впадины, но как бы некомфортно. Туда еще добраться нужно. А храм вот близко, через дорожку находится. Да, в ближайшем парке или сквере. Что касается священников, ну, с одной стороны, священник является таким же очень-то христианином, и у него нет никаких привилегий перед Богом, то есть он является каким-то, не знаю, привилегированным классом, которому разрешено больше, чем кому-то. С другой стороны, с него больше спрос. Ну, наверное, так удобнее было построить общину. Вот давайте подойдем к этому вопросу, исключительно с технической точки зрения. Что 2000 лет назад, в общем-то, нужно было как-то организоваться. Вот. И чтобы не было всеместного собрала с шатанием, вот, возникли епископы, как главы местных церквей, которым помогали священники. Вот давайте подойдем к этому вопросу, технически и практически. Так, хорошо, идем дальше. Так, так, так. Антимодернизм, 100 рублей. В десятых. Богатая девятка. Учителя. Протодиакон Андрей Кураев, митрополит Сурожский, Клайв Римм. Антоний Сурожский. Слушай, так. Тем, что отнимают вообще всякое время и так далее. Ну, да, я очень люблю и уважаю Льюиса. Простите, но начинают хроник нарний, продолжая там записками баламута и просто христианство, и расторжение брака и так далее. Это же обалденные, классные вообще вещи, которые, ну, да, которые очень, очень повлияли на меня и на многих других христиан. То же самое с митрополитом Антонием Сурожским, который, я не знаю, есть фотки, можно звонить, он сидит там где-то в Лондоне с какими-то спанками, возле мусорки, и что-то им проповедует. В общем-то, чем он плох. Кураев, я про него, мы про него уже сегодня говорили. То есть человек, который когда-то еще и доучился в школе, учил меня в церкви, мыслит свободно. То есть он показал мне, что-то за ракетами армии. Ну, то есть, ну да, в общем-то, с другой стороны, нет людей совершенных. Покажите мне того, кто абсолютно не погрешен в своих вообще каких-то текстах, делах и так далее. Так, понятно. Анус Дранус, 100 рублей. Где... Где начинается и заканчивается христианский аскетизм? Является ли материальная успешность человека нарушением обетов и отказом от самоистязания? Ух ты ж, елки. Наверное, аскетизм не является синонимом самоистязания. Аскетизм, наверное, это все-таки очень широкое понятие. И аскетизм подразумевает введение некой духовной жизни, какое-то движение вообще в сторону Бога. В общем, аскетикой можно назвать многое из того, что мы делаем даже в проявлении нашей жизни. Для кого-то аскетика высшего класса это просто, я не знаю, ну, даже прочитать молитву очень аж для кого-то, наверное, уже аскетика, аскетика там в высшей степени. Вот. Я бы сказал, что все очень индивидуально. Вот. И слишком сложно, чтобы говорить об этом онлайн на стриме не ведя перед собой человека. Так, Артур Николаевич, 200 рублей. Доброго времени, Анатолий и уважаемый земляк. А как относится гость к такому явлению в истории Беларуси, как униадская церковь? Это была лишь фикция или же в ней есть нечто революционное? Не разбирал еще этот вопрос. И второе. Так, это второе будет. Ну, я не историк, но ну, как я отношусь, ну, да, было все. Мне не нравится, когда современные некоторые белорусские интеллигенты пытаются, скажем, быть униадами только лишь потому, что вот униадство это наше белорусское. Вот там вот на востоке там православное, на западе там католики, поляки, а вот мы белорусы, мы униады. Поэтому я буду ходить в униадских рах. Во-первых, современные униады далеко не те униады, которые были тогда. Потом, сейчас объясню, почему. Во-вторых, выбрать рейки по причине национальности, это очень странно, почему мы уже прогревали, потому что рейки униады, но для меня лично больше идентичности национальной и так далее. Вот. Ну, как явление историческому отношусь никак. Просто да, такое было. Вот. Современное униадство, кстати, бывает униадство наоборот. Ну, в общественной униадство по сути это униады те же самые католики, которые тут, когда лишь служат по восточному обряду. Ну, то есть их служба ничем не отличима от православного служения, но они католики. Бывают униады наоборот, которые православные, но служат по латинскому обряду. Вот. То есть это немного не то, что вкладывалось в смысл униадства тогда, когда оно создавалось. Вот. Поэтому имеют ли что-то общее современное с униадами, которые были когда-то? Да нет, наверное, ничего общего не имеют. Как я к ним отношусь? Никак. Они просто есть. И все. Второе. В пределах Минска или области Минской есть какие-нибудь священные места? Или все Полоцком ограничивается у нас? Спасибо. А, ну, про Беларусь я понял. Ну, вопрос, какой смысл автор вкладывает в понятие священное место? По сути, для христианина нет больше святыни, чем то, что содержится в каждом храме на престоле, очистится причастие. Вот. И вообще не место делает человек обрежать Богу, а человек, да, человек, скажем, красит место, а не место человека. Ну, наверное, любой храм это священное место в контексте этого вопроса. Ну, да, красить свое время на это важно. Так, Гинг Фокс, 100 рублей. Не знаю, отходил, может, уже спрашивали, а как гость пришел к Богу? Почему после этого решил выбрать стезю не прихожанина, а священника? Не возникает ли проблем с возрастом на службах? Может, Матроны жалуются на недостаток статности и житейской мудрости? И как он вообще видит свою дальнейшую жизнь? Патриархом стать не хочется или в монахи пойти? Я женат. В монахи вроде бы пока не собираюсь. Да, у меня есть ребенок и кот. я стал христианином, потому что естественно, меня родители отдали в СССР школу, я ходил туда, а потом почему-то взял и естественным образом поступил в семинаре. Не было момента, что я проснулся утром и понял, что ух ты, оба, нужно срочно все кидать, срочно иметь свою жизнь, уходить в семинаре. Нет, я, наверное, последовательно шел к этому. Не было момента призвания, озарения и прочих странных вещей, которые мне кажутся очень нездоровыми. Решения, блинты, позорения часто бывают ошибочными. Вот. Ну, в будущем я не знаю, но вот, наверное, священник, если так можно говорить, решена моей карьеры, как бы это странно не звучало, но просто потому, что женатые священники, в общем-то, остаются священниками до конца. Может быть, время от времени меня будут прикидываться с одного прихода на другой, вот. Ну, занимаюсь каналом, выкладываю ролики. Иногда что-то получается, иногда не очень. Ну да, но я думаю, все-таки у канала больше влияния будет, чем было бы в случае простого повышения в Сане. Нет, и с другой стороны эта тема, ну, я понимаю, что блогерство это уже вообще прошлый век для нормального общества, ну, нормально, современно, вот, но мы, да, мы интересны только тем, что мы первые, наверное, так, вот, но по-хорошему нужно, чтобы было в церкви, там, какие вообще в Ютьюбе, то есть мы имеем тысячи школьников-блогеров, которые снимают всякую дичь, с этих тысяч, там десятки становятся более-менее интересными, там чего-то добиваются, единицы дорастают до миллионов. То же самое и здесь. Нам нужно много священников-блогеров, которые будут на самом деле так себе, но соединив, естественно, конкуренции родится кто-то очень крутой, кто-то зажжет и станет крутым миссионером. Вот. Свою миссию, наверное, я вижу подчасть уже выполненной в том, что когда я начинал вести канал, священник-блогер воспринимался вообще в штуке всеми. Это было что-то абсолютно космическое и народ просто не понимал вообще, что это ни внутри, ни снаружи церкви. Сейчас воспринимается абсолютно спокойно, естественно, нормально и буду я завтра существовать или нет, неважно, потому что священники-блогеры в любом случае будут и это очень круто. Хорошо. Гойский пёс, 100 рублей. Как агностическому атеисту впустить Бога в свое сердце? Я не люблю такие вопросы в онлайне, просто потому, что они подразумевают куда-то разговаривающих друг с другом. христианство с моей точки зрения это не набор шаблонов и алгоритмов. Это, опять же таки, не шаманизм, где ты выполняешь набор действий и все получается. В христианстве есть некая сумма твоего жизненного опыта, которую каждого разная и поэтому вот так вот что-то тебе сказать конкретно наверное будет очень сложно. Начните рисоваться этим, может быть, что-то получится. антимодернизм 100 рублей. Патриарх Кирилл убежден, что священникам нельзя терять достоинство сана, пытаясь завоевать доверие молодых. Если священник будет проповедовать сугубо на молодежном сленге, не брезговать вульгаризмами, отпускать шутки на грани приличий, он ничего не добьется. Он добьется сиюминутных симпатий, но не сможет явить христианский образ жизни и образ мыслей. Ну, во-первых, я, конечно, не эксперт, но мне кажется, что в моей речи очень мало вульгаризмов и прочих всяких измов. Это раз. Два. Тот же патриарх Кирилл не так давно сказал о том, что слова священника должны соответствовать его возрасту. и, говоря про себя, он сказал, что если я начну вещать как молодой юноша, это будет очень странно, потому что, на самом деле, я не молодой юноша. И наоборот, говорит он, если молодой юноша будет вещать как старец, это тоже будет странно, потому что он молодой юноша. Я говорю на том языке, который свойственен, естественно, для меня. Когда мне будет 40, 50, 60, 80 лет, естественно, надо говорить на языке себя 80-летним, ну и так далее. Мне сейчас всего лишь 26. И как бы позвольте мне быть собой и не делать из меня клума такого, какого вы хотите видеть. Хорошо. Тем более, что если вы меня обвиняете в чем-то неподобающем, скажите конкретно, а не вот это вот абстрактное, ты ведешь себя плохо. Мы уже большие ребята. И мы прекрасно понимаем, что такие абстрактные обвинения не работают. Ясно. Так. Инк Фокс. 100 рублей. Как гость относится к современной популярной культуре? Жестокость в фильмах? Норм? Аэротические сцены? Отсылки к писанию? Смотрели ли фильм Ларса фон Триера? Дом, который построил Джек? И какие вообще фильмы рекомендуют? Я не смотрел фильм Дом, который построил Джек. Да. Вот такой вот ужас. Ну, современная культура, она есть как бы. Да, она во многом эффектичная, прикольная, постмодерновая и так далее. Вот. Я в ней вырос как ни крути. То есть я являюсь отчасти плодом этой культуры. Потому что я не могу из себя взять и выговорить то, что впитывал там с самого детства. и поэтому неважно люблю ее или нет. Важно то, что я являюсь ее носителя. Ну вот. Как-то так. Чего? Рекомендую посмотреть. Ну, молодой Шелдон отличный съем. Рекомендую. Детство Шелдон вложил. Янг Шелдон. Так. Хорошо. Никита из Надыма. 100 рублей. Батюшка, доброй ночи. Как христианство разрешает противоречие свободной воли и детерминизма? Я правильно понимаю, что христиане являются фаталистами? Янг. Что-то в скобках там. Иоанна Богослова. И как следствие детерминистами. И если так, правильно ли я понимаю, что упрощая идею Бога, у него есть сценарий, которого весь мир придерживается? Так. Я услышал, наверное, одну вопрос. Но. Но. Я пока что не выработал, скажем так, вот такого ответа, который можно было бы выдавать в аудиторию. Как соотнести, скажем, последнее исследование в области биологии, нейропроводимости всяких нервов и так далее, и так далее. В общем, с тем, что мы принимаем решение еще до того, как его осознаем, со свободой воли, с одной стороны. Да, и с другой стороны, вообще, да, как вот соотнести вот эти исследования с идеей свободы воли. Но, с другой стороны, жесткий детерминизм мне очень не нравится, потому что в таком случае теряет смысл вообще все, что мы делаем, в том числе, и какая-то попытка быть людьми, неважно вообще, исходя с какой позиции, философии и так далее. Вот. Можно, слушай, ты что, лучше всего, лучше всего менять все, ты знаешь. Можно быть детерминистами, я не знаю, которые, ну, условными, относительными, которые видят развитие системы все равно вот в какой-то конечной точке, но в процессе система может иметь какие-то варианты для движения. Конечно, как в Советском Союзе. Свобода – это осознанная необходимость в творческом преображении материи. В общем, я бы сказал, что, наверное, для меня это вопрос пока, что отчасти закрытый, я бы его снял просто потому, что мне нужно еще походить, поносить, поражать. Понятно, понятно. Нет, на самом деле есть такая позиция, компатибилизм называется, говорит о том, что детерминизм не исключает наличие свободы воли, то есть, и, соответственно, эта позиция, она имеет разное, она охватывает разные учения. Ты пропал? Да, это постоянно, я думаю, я, пожалуй, хуй на это забью, и мы просто пойдем дальше к вопросам. Дурак. Никита из Надыма, 100 рублей. Если это тоже так, откуда может взяться свободная воля, если сознание человека, а не как следствие воли, формируется окружающей средой, которая, упрощая, от и до сформирована лично Богом? или у христианства воля это что-то идеальное, эфирное, вечное, доброе? Так, я услышал много мотивов, ну да, со мной стороны, члены в которой мы живем, то есть, сознание это не продукт, только лишь, я не знаю, каких-то рефлексов, которые есть у тебя от природы, но сознание это продукт, то есть, и ты, в которой ты воспитываешься, это творческий продукт, и сознание не сводится только лишь к каким-то эволюционным биологическим механизмам, точно так же, как наш сегодняшний диалог не сводится к эволюции вычислительной техники, которой мы пользуемся. А в чем был вопрос, я забыл? Ну, про свободу воли, это от того же самого человека продолжение просто предыдущего вопроса, на который мы отвечали, про фатализм. Нет, ну я, да, я понял, я, пожалуй, с ним он, да, с одной стороны, я говорю, что мы видим, что конец мира предрешен, мы видим его во втором пришествии Бога и возвращение мира в кровозданное, красивое, естественное состояние, с одной стороны, но с другой стороны, для нас принципиально важный момент свободы воли каждого человека, и ты несешь ответственность за твои поступки, никакой кармы, никакой предрешенности, в общем, то, что ты натворил, ты решаешь сам. Я понимаю, что эта тема может вызвать кучу бугрута в контексте, я не знаю, современных исследований, поэтому я пока сниму, потому что это нужно как-то очень грамотно сформулировать, подобрать, наверное, какие-то правильные аналогии и вообще самому разобраться, но я пока этого не сделал. Антимодернизм, 100 рублей. Батюшка считает себя либералом или консерватором? Предполагает ли возможность того, что модернизм может быть ересью, из-за него придется гореть в аду, где стоны искрежут зубов? Я предполагаю, что троллинг это страшный грех, за который точно кому-то придется ходить в аду. А вообще либералитм, серфотизм немного обстоевшие вещи, мы про это уже отчасти говорили сегодня. Ну да, такие есть, это раз и два. Мне не нравятся вопросы с жесткой ювкой, ты фашист или коммунист, и как бы и все. Я вот просто сижу на стуле, и мне классно жить. Понятно. Так, Терех 16, 100 рублей. Добрый вечер. Может ли батюшка пояснить про такой грех, как ожесточение сердца? Допустим, я твердо уверен в бытии Бога, но не делаю ничего из необходимого, потому что просто не хочу. По скриптум, наконец-то нормальный гость у маргинала. Ну, я бы понял, я чувствую себя жестко заниматься о такой скучной проповеди, которая пытается из этого выйти, но ввиду того, что ночь, как-то что-то у меня не очень получается. Да. Твои отношения с Богом, по сути, это твои отношения с Богом, понимаешь? И я не тот человек, который вот прям придет и будет тебя лечить, и все тебе правильно расскажут. У меня самого куча проблем в моих отношениях, отношениях с Богом, и куча вопросов, куча, вообще куча всего, куча сомнений, в конце концов. И, наверное, это нормально. Наверное, вот вещь, которая всегда работает, хоть это и звучит как-то очень абстрактно, это твоя искренность, твое естественное желание рано или поздно докопаться в точь фото. Это то, что я могу сказать через интернет, не зная тебя лично, не видя, не общаясь с тобой, скажем, в более тимной обстановке. Вот. Хорошо. Младопохомец, 100 рублей. Доброго стрима. Как гости относятся к группе ансамбль Христа Спасителей и Мать Сыра Земля? А к Сеулду Чаплину? Так, как я отношусь к Ансамбле Чаплину? Правильно я понял? К, значит, к группе ансамбль Христа Спасителей и Мать Сыра Земля и отдельно к Сеулду Чаплину. А это они пели песню про убивайте космонавтов? Это их песня, да, еще наши самые красивые, тоже хорошие. Да-да-да, я слышал, да, я слышал. Ребят, слушай, никак не отношусь, но они есть, вот и все. Я не то, чтобы прям, вот являюсь настолько их фанатом, чтобы как-то к ним относиться. Я могу сказать, как я отношусь к своей жене, я ее люблю. Нет, она ничего не слышала. А здесь, ну, когда я слушал песню «Убивайте космонавтов», это было давно, и я уже до конца не помню, про кто они там пели, мне она показалась достаточно креативной, скажем так. И, наверное, она указывала на многие наши проблемы и больные точки, вполне даже справедливо. Что касается от Совсеволода, то, ну, 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 что я могу сказать? Ну, есть разные христиане, разные священники, есть разные причины в христианстве, разные взгляды на дни и те же вопросы. Призыв от Совсеволода, я не знаю, устроить условно войну во имя чего-то великого, мне кажется, абсолютно не христианскими. Вот. Ну, кто я такой, чтобы, да, чтобы... А как же не мир я вам принес, но меч? Нет, ну, это ж, как я понимаю, да, то есть это контекст там такой, что, ребят, вы-то будете, конечно, христианами, но учитывайте, что ваши, что вот, если вы реально станете христианами, если вы реально попробуете жить так, как я вам говорил, то вас не поймут, будут гнать, и, в общем-то, мира в вашем доме не будет. Вот. И ваши же близкие первые вам устроят маленький геноцид. Понятно. Если вы должны идти и всех убивать. Понятно. Ну, это, конечно, ценно. Так, Елисей С, 100 рублей. Привет, Маргинал. Давно не виделись. Вопрос к гостю. Как в православии и католицизме, если гость шарит, относятся к табаку и алкоголю? Когда можно, а когда нельзя? Выпивает ли гость? Распространен ли алкоголизм среди священников, особенно монахов? И как с курением? В западных фильмах часто можно увидеть курящих священников? Я не имею статистики, скажем, алкоголизма и священников. Я не имею статистики, но подозреваю, что в том числе и священники, имеющие проблемы с алкоголем, они вполне существуют. Вообще, наверное, это фишка нашей культуры в том, что пить это как бы норм, ну как бы как можно не пить, а вот курить это вот типа это что-то плохое. На самом деле, любое вещество, неважно, будь то табак, алкоголь, либо что-нибудь пожёстче, я думаю, что такие слова нельзя произносить в Твиче, является не более чем молекулой, висящей в воздухе. Самый по себе не хороший, не плохой. И вообще, можно торчать от музыки Петховена так, что тебе просто кранты настанут и никакая трава лучше тебе не зайдёт, чем музыка Петховена. Можно быть Петховеном наркоманом. Вопрос не в том, плохое, либо хорошее вещество само по себе, а вопрос в том, насколько ты вообще зависишь от него. И так сложилось, что мы считаем, что пить типа норм, а вот курить не норм. Хотя по факту и то и другое это вещи одинаково порядка, чьи задачи. С одной стороны, можно использовать, чтобы чуть-чуть расслабиться, а с другой стороны, можно подсесть на их дела и не слезть. Просто, если мы говорим о наркотиках, наверное, там всё сложнее. Поэтому, в общем-то, мы их табулируем. Не потому, что они сами по себе плохие, а потому, что если ты на их подсел, то слезть сложно. Если ты подсел на музыку Петховена, то тоже с неё слезть сложно. Но мы не говорим, что музыка Петховена это зло. Но в Библии про алкоголь говорится, что с одной стороны, вино веселит душу и сердце, а с другой стороны, не убивайтесь, как свиньи. Наверное, у нас культуре принято считать это просто так злом. Просто потому, что так принято. Вот. Всё. Понятно. Антимодернизм. 100 рублей. Как батюшка относится к Дмитрию Энтео и группе антимодернизм? Всё-таки стараются вас на путь истинный направить? А Дмитрию Энтео имеет какое-то отношение к антимодернистам? Это интересно, не знал. Раньше мог вполне. Нет, ну просто современные антимодернисты, вот те, которых, скажем так, мало, мне кажется, они с НТО напрямую сейчас никак не связаны. Сейчас никак, потому что НТО сейчас либертарианец. Уже? Ух ты, ёлки. Неожиданно. Вообще был такой священник, звали его отец Данил Сысоев. Был такой? Да, он был убит кем-то там из исламистов, прямо в храме, может быть, в храме, застрелил. И, в общем-то, проблема в том, что вот тот священник, он ну, наверное, как мне кажется, был не очень хорошо образованным. Но при этом был человеком достаточно харизматичным, и вот в силу своей харизматичности вот за ним шло достаточно большое количество людей. А когда его заделили, то это же прям вообще показатели мученичества, а значит, любое его слово, любая его идея стали особенно ценами для его последователей. И вот некоторые особо, скажем так, буквалистские последователи превратились в современных троллей. Ну, как-то так. Вот. И я так понимаю, что сейчас с некоторыми из них мы общаемся, они делают хозяина стрима богатым человеком. Да, я аж положительно к этому отношусь. Трольте дальше. Я уже понял. Вот. Двиди НТО, ну, я вообще за ним не особо не знаю. Последний раз, когда что-то про него более-менее слышал, то, что он там замутил с одной из девочек из Пусера тех самых, которые танцевали в храме. По-моему, до сих пор мутят. По-моему, до сих пор мутят. Да, вот. Но НТО сейчас вялый очень. Такой момент есть, что... Ну, да. Он, когда был у Егора Погрома на стриме, ну, он что-то вообще какой-то не какой-то. Если палочкой потыкать появляется желание, потому что просто как... Я не знаю. Ну, в зоопарке, когда животное свернулось, так вот и нихера не делаю. Ладно. Так, Бомбящий 2, черт 100 рублей. Вопрос гостю. Как христианство относится к куколству, если оно происходит внутри христианского брака? То есть, если молодых прекрасных людей познают друг друга в браке, а третий наблюдают, это же не грех? И какое христианское отношение к так называемым отношениям на расстоянии? Ну, интересно, что тут, по-моему, то, что Бомбящий 2, черт написал, это не описание куколства, это описание другой какой-то ситуации. Ну, ладно. Так. Так, я забудел, что это куколство, я вот чисто забудел, и тут пока как-то вот очень стрел, ну, очень понятно цветы, и я не очень понял, о чем речь. Вот. Ну да, но вообще каноничный термин был бы не куколство, а куколдинг. В принципе, да. Так, то есть я понимаю, что два супруга, в общем-то, занимаются своими супружескими делами, а третий сидит и получает свою удовольствие. Ну, это третий супруг, да. А, в смысле супруг? Ну, на самом деле они не обязательно супруги, но просто тут то, что в донате было описано, это очень криво. Я понимаю, я понимаю, что он меня попытался протроллить очень-очень сильно, но просто ну, туда же ситуация описана не та, которая должна быть, исходя из терминов куколд, которые тут используют. То есть, это, грубо говоря, положительное отношение к изменам со стороны собственного партнера. Ага. Ну, если, вот мы остываемся положить отношение к изменам партнера, то мы к этому относимся плохо. Я про это уже говорил. Надо же, кто бы мог подумать. Неожиданно, да. Ну, там же, там все равно, как бы, ну, исповедь, там, причастие, как бы, все дела. Ладно. Так, мы про это тоже сегодня говорили. Да, Ну, то есть, там важно искренне раскаяться. Нет, ну, смотри, если ко мне на искренне приходит, ну, молодой человек и говорит о том, что вот так случилось, что мы живем с девушкой, мы живем, наш брак не загестирован, вот, и как бы, он говорит, я хочу загестироваться в браке, ну, загестировать вот наши отношения, но вот девушка не хочет, то такой человек, в общем-то, я его допущу к причастию, потому что вот у него есть и желание, и интенция, этого же достаточно. Ну, если он приходит и говорит о том, что вот я живу с девушкой, считаю это, нормальным, то я его не допущу к причастию, потому что, ну, как бы, вот, да, потому что это вот такое будет вразумительное действие с моей стороны, чтобы как-то вот его, возможно, встряхнуть, и намекнуть, что может быть что-то делать. Вот, у нас у христиан очень такое консервативное отношение к браку, вот, и, ну, да, мы так считаем, и все. Понятно. Ну, на самом деле, консервативное, по-настоящему консервативное отношение к браку, оно бы, ну, утверждало бы не о том, что брак заключается, и заключается между мужчиной и женщиной, а о том, что брак, он, это вообще дипломатический акт между двумя семьями, в принципе. Ну, я, я думаю, сегодня же хотел сказать. Да, 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 это понятно. Что бы еще хотелось бы заметить, я не помню, я что-то еще хотел сказать на эту тему. Ну, да ладно. Евгений, 200 рублей. Доброй ночи, отец Александр. У церкви были... Доброй ночи. Да, у церкви были столетия наблюдений за душой и сознанием, на исповеди, в аскезе. Но почему мы сейчас не наблюдаем мощной и глубокой психологической школы от церкви? Скорее наоборот, отдельные священники осваивают вполне себе академическую психологию. Но где наука-психология, возвращенная на огромном прикладном обытие церкви? А есть ли у нас задача заниматься психологией? Первый вопрос. Кстати, вот не факт. То есть, скорее, задача церкви поведет ей к Богу. И в этом смысле... Ну, то есть, если есть психология, научная у нас есть своеобразные цели. И, наверное, это не та психология, которая занимается решением жизненных проблем, вот просто в каждодневной ситуации. Это раз. Два. Чтобы быть церковным психологом, нужно быть практиком. А практиком, наверное, быть очень сложно. Вот. Да. То есть, нужно самому, в общем-то, да, жить. Да, жить так, как ты проповедуешь. Наверное, с этим тоже и сложности. Не знаю. Вот. И я понимаю, что часто приходит именно психолога, то есть, чтобы я решил их семейную проблему. Хотя, в принципе, ну, у меня нет такой задачи, решить семейную проблему людей. Простите, это не ко мне. Моя задача, говорить о Боге и точка, о семейной проблеме, это, пожалуйста, человек, который занимается семейной проблемой. То есть, я, конечно, могу не сказать по этому поводу, но, ну, да, есть проблемы, в которые я не лезу, просто потому, что это проблем вообще не ко мне. Так. Задавайте ваши вопросы, дорогие зрители. Спрашивайте что-нибудь. Интересуйтесь. Ребустяк, 100 рублей. Насколько кинеки будут и далее восприниматься ортодоксальными, или вообще будут ли? А? Это к кому вопрос? Не понял. В смысле кинеки будут восприниматься ортодоксальными. Ортодоксальными кем? Какие кинеки? Кинеки диоген с Финопски, что ли, имеется в виду? Какие кинеки? Ортодоксальными кем? Христианами православными, иудеями, или какие-то ортодоксальными, кто имеется в виду? То есть, первое, что приходит в голову, кинеки, это вот до философа, до сократики такие были, а ортодоксальные, наверное имеются в виду христиане, то есть православные. Как воспринимается диоген с Финопски и русской православной церкви? По-моему, никак. То есть, я, конечно, не в матчасти, но, по-моему, нигде ничего про него нет. Ни про каких-то кинеки, скорее всего, ничего не написано. Нет, ну смотри, наверное, все-таки, то есть, я прекрасно понимаю, что, наверное, многое в народе богословии, оно родилось благодаря тому, что мы выросли условно из греческого мира. И, возможно, какие-то вот идеи, которые пережил греческий мир, перекочевали, невозможно, точно, в наше богословие. Например, хотя бы, та же греческая школа, она же подразумевает только наличие одного единственно верного мнения, что должен доказать супернику его неправоту, еще поглубиться сверху над его трупом, право вашего врага. Вот, отсюда, возможно, растут многие наши и межконфессиональные всякие терки между собой. В то время, как, например, у тех же евреев, в общем-то, к моменту прихода Христа в мир, вот 2000 лет назад, существовало огромное количество направлений, которые часто противоречили друг другу, и это было нормально. Представители этих направлений просто даже не здоровались друг с другом, чтобы лишний раз не ввязаться с пор, но при этом понимали свое единство. Но мы как последователь леведческой школы во многом, и, может быть, мы что-то приняли из Диогена Синопского. Может быть, в контексте этого был вопрос. Да, но я думаю, очень многое там порицается, скорее, церковью. Ну, ладно. Так, Россия, 100 рублей. Как, батюшка, относится к декоммунизации? Положенно. Да, ну, понятно. Как к Украине и Майданам, которые периодически происходят? Крым-то наш? Слушайте, я стараюсь не высказываться на такие вещи, хотя имею собственное мнение, просто потому, что как только я скажу, чей Крым, то сразу же я буду восприниматься как политический деятель, а не как человек который говорит о Боге. Я хочу, чтобы я воспринимался как человек, который говорит о Боге. Поэтому я стараюсь по возможности не высказываться по таким вещам. Вот. Если вы хотите знать про Крым, то, в общем-то, это не ко мне. Я всего лишь только транслирую, не знаю, наверное, мнение, которое сформировано теми личностями, которых я смотрю. Вот. По поводу декоммунизации, но тут я бы сказал, что, наверное, я вижу у коммунизма одну большущую проблему. Это даже не сталинизм и даже не архивилогулаг, с которого, ну да, который, в общем-то, да. это то, что большую идею коммунизма очень сложно совместить с императивом Канта, с гуманизмом Банамин, когда мы, ну, в общем-то, и мне в этом смысле в общем-то, сложно совместить в том числе, то есть не просто совместить Канта с христианством, но невозможно совместить коммунизм с христианством. Я не могу пожертвовать кем-то против его воли во благо миллионов. Вот. Ну, а так коммунизм, конечно, конечно же, корнями уходит в чисто христианскую топику, вот, потому что без христианизации Европы выдумать социалистические учения 19 века было бы совершенно невозможно. Наверное. Ну, вот здесь вот для меня, скажем, камень подкровения. В слезинке одного ребенка, который спасет целый мир. Стоит это или нет? Понимаю. Понимаю. Ну, слезинка ребенка, она даже если бы спасла целый мир, она задала бы прецедент, непонятно в пользу чего, спасение мира бы дальше продолжалось. То есть, в принципе, имеет практически смысл даже. Вопрос и к маргиналу, и к гостю. Три фильма из головы на околорелигиозную тематику Голгофа Майкла Макдонаха, Страсти Христовые и Остров Лунгена. Выразите мнение, уважаемые, в каком из этих фильмов идея Бога, естественно, то, как вы лично его понимаете, выражена ярче и ближе для вас. Спасибо. Кто первый? Ну, я думаю, ты скорее. Я специально не смотрел Голгофа и Страсти Христовы, но я их не посмотрел, потому что так получилось. Сейчас я их специально не смотрю, потому что я не люблю такие фильмы. Мне и так в жизни хватает всякого разного негатива и прочего, и в служении священникам этого более чем хватает, человеческой боли, чтобы еще смотреть фильмы с болью и про боль. То есть, я не смотрю, скажем, не по идеям соображениям, потому что фильмы плохие, а я не смотрю, потому что я примерно догадываюсь о том, как и что там будет показано, и, в общем-то, я не хочу видеть такую картинку, и поэтому я себя от них ограничиваю. А значит, я не могу сказать, насколько с моей точки зрения адекватно изображена идея Бога. Остров я смотрел, смотрел, когда он вышел, я тогда тоже был условным школьником, я не помню. Вот. Чисто по памяти, по памяти, наверное, они достаточно адекватно отобразили идею монашества, вот именно монашеского покаяния. То есть, здесь важно понимать, что монахи — это люди, ну, живущие совершенно вообще в другой параллельной реальности. Вот. Наверное, как вот для такого, для попсового, вот, вот такого широкого объяснения, наверное, вот монашество, монашеский путь и покаяние был, и вообще русское монашество, это вообще один феномен, наверное, было показано достаточно адекватно. Все. Так. Ну, что я могу сказать? Голгофу не смотрел, «Страсти Христовые» не мое, мне интересно просто. «Остров Лунгена» мне понравился, значит, то есть, «Остров Лунгена» как фильм, он именно хороший. Яркие персонажи, хорошо играют актеры, снято все красиво. Диалоги нетривиальные, то есть, «Остров Лунгена» мне зашел. Единственное, ну, немного лубочно выглядело, когда Мамонов сжет, сжигает в тачке пожитки Сухорукова. Да, было фильм, да. Когда он силой молитвы лечит сумасшедшую дочку своего знакомого, который он думал умер. Вот. Умер, был убит. Вот. Значит, ну, а так, так мне в целом фильм понравился, фильм хороший. Идея Бога, где выражена? Ну, я не христианин, я вообще по арамическим религиям не очень. Вот. Поэтому, где выражена? На мой взгляд, идея, какого Бога? Какого конкретно Бога именно? То есть, суть божественного в том, что есть не Бог, а Боге. Поэтому, я, как бы, я не считаю, что, как бы, Иисус Христос, например, Богом не был. Но вместе с этим это не мой Бог просто. Вот. Поэтому, может, в страстях Христовых все отлично выражено, я просто, ну, я не знаю, меня не вдохновляет, когда человека просто пиздит полтора часа на экране. То есть, я такое не очень люблю. Антисемитизма я там, кстати, не увидел. Хотя, про Мола Гибсона говорили всякие гадости. Но это, скорее всего, потому что от его разговоров с его же женой по телефону остался осадочек у людей, и они это спроектировали на его фильм. А в плане, так, Голгофу не смотрел. Хотя, Макдонах хороший режиссер, да, но Голгофу не смотрел. Ну, Мал Гибсон тоже, вроде, хороший. Мал Гибсон отличный, да, согласен. Ну да, это страсть техниста. Да. А остров Лунгина, как там Бог изображен? Ну, там никак Бог не изображен. Ну, там же, да, Бога нету, там скорее, монашеский, скорее вопрос в этом. И путь покаяния монашеского. Ну, для широкой линии, наверное, да. Пожалуй. То есть, да, я согласен с лубочностью, так, это Мал Вона сжигал вещи. Сжигал вещи, но, как бы, но все равно, для широкой публики это было достаточно ярким, наверное, образ. Хорошо. Идем дальше. Адольф Гитлер 100 рублей. Сразу Холокост осуждаю. Можно ли воспринимать борьбу Гитлера против коммунистов как покаяние и главный ли грех Гитлера самоубийство? Я вот сейчас с каким-то основным для себя видение мира либо Гитлера с коммунистами как покаяние, но, ладно. Я не тот человек, который оценивает, я не знаю, поступки людей, которые оценивают грехи и степень тяжести и так далее, и так далее. Вообще, грех мы мыслим не как поступки, вот, ты совершил на 20 очков, а ты совершил на 35, ты будешь гадить в воду сильнее. Мы оцениваем грех как некую болезнь, не знаю, которая и сидит в человеке. и, ну, как, не знаю, болезнь души типа такого же. То есть, с одной стороны, наверное, эволюционно мы предрасположены к тому, чтобы экономить энергию и теленить на диване время от времени. С другой стороны, все равно многие поступки, которые мы совершаем, они являются античеловечными, неестественными, вообще, по многим-многим параметрам, не только христианские. И проблема в том, что такие поступки могут восприниматься нормально, естественно, и мы можем иметь к ним какую-то особую привычку привязанности и так далее. И грех как болезнь, вот, много актуальная тема для христианства, чем грех как поступок. Например, например, ну, тут же алкоголик условный, который каждое утро просыпается, клянется, что больше ни капли в рот, днем ходит, держится, вечером пьет, плачет, обещает, что последний раз, и на следующий день все повторится заново. Если убрать некрасивую картинку алкоголика, то, наверное, каждый из нас имеет такие вот вещи. И, ну, тут уже неважно, на что ты подсел, на Монцарта, на алкоголь или на убийство себе подобных. В принципе, и то, и другое, третье является грехом. Вот, но по степени стяжести мы их не оцениваем, потому что, ну, кто мы такие. Вот. Антоша, 100 рублей. Вопрос батюшке. Как обстоят дела с верой президента Беларуси? Насколько я знаю, что он православный атеист. Присутствует ли ныряние в прорубь перед выборами, как в рашке? Я в Ютубе видел только, как Лукаш разносит каких-то дедулик на фоне сарая. Благодарю за внимание. Но, опять же, я не могу оценить степень возникновленности действующего президента. Я с ним по этому поводу не общался. И вообще, даже если пообщался, все равно это очень такой очень субъективный был бы маркер. Но некоторые действия, которые происходят на стране, скорее для меня лично является показателем того, что он использует религию как момент электоральный, ну, как в Советском Союзе в общем. Для того, чтобы была электоральная поддержка. не более чем. И, наверное, как он себя назвал православным атеистом, очень так хорошо описывает его религиозную инеотичность. Светов, 100 рублей. Батюшка одобряет отношения с детьми? Ведь в Ветхом Совете одобрялось отношения с малолетками и на Руси, и в Российской империи. Все с этим было нормально. Ну, это, конечно, вообще абстрактная тема. Наступление совершеннолетия. И где тут манипуляции, где продолжать. Если руководствоваться промоеводжуретой и достоверным источником, то получается, что вообще мы как-то очень поздно. Да. Что касается одобрения, неодобрения Ветхого Совета. То есть, ну, я предпочит увидеть Ветхое Совете. Ну, условно пиарю такую картину, что, ну, опять же-таки, я сейчас говорю исключительно субъективно, и, может быть, это местами утрирую, чтобы не вдаваться в особое замутствие. В общем, есть проблема в том, что людей нужно как-то спасать, ну, с точки зрения Бога. И вот, чтобы никто не сказал, что прогресс, что нравственность это только лишь следствие прогресса и так далее, он берет и искусственно создает народ, который изначально вообще ничего ни своего языка, ни культуры, вообще ничего своего. Он все дырит там у соседей. И вообще народ нужно спасать и выводить из плена соседнего народа. Ну, я, конечно, может, много утрирую, но ладно. По пути этот народ вообще нужно хоть как-то хоть что-то вообще в них сформировать. И дается народу вообще первый закон, который достаточно примитивен сам по себе, но этим людям более чем достаточно. Поначалу нужно было ночью тупо ходить в туалет. Вот, ребята, когда ходите в туалет, выносите с собой лопатку и закапываете за собой свои отходы, потому что болезни и все дела. Вот. Да. И фактически народу дается и некое представление о морали, ну, мораль как некий абсолют, который, ну да, который мы постоянно пытаемся сформулировать. и дается уголовное право, которое понятно, что в течение времени эволюционирует и меняется. Есть к праву, а некоторые к порядку морали. Вот. Некоторые вещи пока еще рано за них браться, потому что, ну да, потому что за все сразу взяться нельзя. Вот. Если мы говорим про интим с теми, кто еще не достиг 18 лет, ну, наверное, это вещь, за которую нужно было взяться, но не первоочередная. Потому что человек все-таки социальное существо, которое растет постепенно, экспоненциально, шаг за шагом. Вот. И понятно, что многие вещи, которые написаны в Ветхом Завете, просто не применимы нам сегодняшним просто потому, что, ну, мы уже переросли вот в те ясли, в которых находились там древние евреи. Ну, это очень кратко, грубо, но, наверное, точно. Ладно, я думаю, на этом можно, в принципе, попрощаться. Вот. давай тогда, удачи в творчестве, успехов. Вот. Да. То есть. Тебе тоже, я не очень умею вообще прощаться, поэтому, я вообще мастер переходов, поэтому все пока. Спасибо большое. С Богом. Пока. Каким-нибудь. Субтитры создавал DimaTorzok